Сегодня собрались в очень такой необычной обстановке, повторюсь. У нас сегодня дискуссионный клуб, который уже много лет проходит на нашей кафедре, в нашем институте. И в этом году тема его называется «Этика взаимодействия в виртуальном образовательном пространстве». И для открытия работы нашего клуба я приглашаю Светлана Анатольевна Писарева, директора нашего института. Светлана Анатольевна, пожалуйста. Спасибо большое, Елена Вячеславовна. Добрый день, дорогие коллеги. Мне, честно говоря, очень приятно видеть включенные камеры. То, что все вы находитесь в хорошем настроении. Мне кажется, что вот из всей сложившейся ситуации мы начали извлекать определенную пользу. Не только создавать себе трудности и проблемы, но извлекать пользу. Во-первых, мы поверили все Андрею Андреевичу в то, что виртуальная жизнь может быть такой интересной и настолько продуктивной в плане общения и взаимодействия. Мы нашли, вернее, он уже давно создал для нас такое хорошее пространство для разговора, для встречи, для обсуждения, что мы сами уже с удовольствием это делаем. Мы перестали бояться включать камеру, потому что все научились это делать, и все у нас работает. И я считаю, что это большой шаг вперед для каждого из нас. И это очень замечательно, потому что очень приятно разговаривать с человеком, когда ты видишь его, видишь его глаза, видишь его реакцию. Ну а форма дискуссионного клуба, она, конечно, предполагает очень живую реакцию каждого из нас. И надо сказать, что я думаю, вот такой формат, когда я, например, вижу всех в галерее здесь, у меня много маленьких прямоугольничков и везде совершенно замечательные улыбающиеся лица, он позволяет не только следить за настроением, вот, собственно говоря, атмосферы аудитории, но и ставить очень интересные вопросы. Я хочу сказать, что мои коллеги Ирина Вячеславовна и Наталья Викторовна, которые задумали этот дискуссионный клуб, они его реализуют уже не первый год, как вы уже слышали, да. И, к сожалению, мы только весной пропустили это событие, потому что сами оказались в ситуации для себя новой и не смогли быстро сориентироваться, было очень много других задач. Но сейчас мы возвращаемся к нашей естественной такой жизнедеятельности и вот возвращаемся к этой форме дискуссионного клуба. Тема родилась сама собой. Вот эта вот этика взаимоотношений в виртуальном пространстве, она сегодня настолько стала актуальной и настолько стала острой, что здесь нельзя не обсуждать ее. Поскольку очень многие наши магистранты сегодня работают в системе образования, они сталкиваются с таким количеством проблем, с таким количеством трудностей, возникающих новых вопросов, что действительно для того, чтобы иметь собственную точку зрения, важно послушать, а что по этому поводу думают другие. Вот вы знаете, идеи в голове рождаются только тогда, когда в голову что-то положишь. По каким-то вопросам нужно книги читать, по каким-то вопросам нужно размышлять самому на основании прочитанного. А какие-то вопросы лучше обсудить со своими однокурсниками, со своими учителями, со своими коллегами. И тогда действительно можно выработать какое-то очень продуктивное решение для очень многих проблем. Я от всей души желаю всем вам очень интересной работы, интересной дискуссии. Вынуждена извиниться, что я сейчас должна отключиться, чтобы уйти на, к сожалению, другое мероприятие в силу своей административной должности. Но я очень надеюсь, что потом дискуссионный клуб, Андрей Андреевич все записывает и потом сохраняет, я обязательно услышу, увижу, и все ваши идеи, и все ваши замечательные мысли, и все ваши примеры станут для нас пищей для размышлений. Мы будем вместе готовить следующую тему для дискуссионного клуба. А может быть, вот эта тема, которая сегодня подлежит обсуждению, родится, может быть, даже в секции, кстати, Андрей Андреевич, на вашей конференции, которая традиционно уже будет проходить в январе по проблемам сетевой личности. Я всем вам желаю удачи на сегодняшний разговор, ну и с наступающим Новым годом, чтобы все было хорошо всем. Спасибо всем большое и удачи. Спасибо большое, Ислана Анатольевна. Спасибо большое. И мы начинаем работать. И, конечно, тема, которую мы сегодня затронем, она является актуальной, как нам очень кажется, потому что мы столкнулись в этот период, который с весны наступил в системе образования с очень разными трудностями. И действительно, сегодня можно найти очень разные высказывания о том, насколько трудно преподавателям переключиться на такую форму общения и взаимодействия, насколько сложно ученикам включиться, как много детей выпадает из такой системы, в которой мы все оказываемся, и где мы можем организовать себя, свое рабочее место, и как мы можем в этой системе взаимодействовать. И, конечно, сегодня в интернете действительно можно найти очень много интересных моментов. И появился, как мне кажется, очень значимый такой документ «Концептуальная записка образования в эпоху COVID-19 и в последующий период». И здесь есть очень много интересных фактов и цифр, которые могут натолкнуть нас на очень разные размышления, на очень разные точки зрения. И как бы они написаны, знаете, в таком, как бы не то что негативном отношении, но в фактическом. А это фактически цифры, которые нам дают информацию авторы этого документа, Организации обменных наций, они как раз и показывают, что нам нужно менять. И самая первая фраза, с которой начинается это резюме, говорит о том, что пандемия COVID-19 привела к крупнейшим за всю историю с бою функционирования системы образования, который затронул почти 1 миллиард 600 миллионов учащихся в более чем 190 странах и на всех континентах. Закрытие школ и других образовательных учреждений коснулось 94% мирового контингента учащихся. Причем в странах с низким уровнем дохода и с уровнем дохода ниже среднего этот показатель составляет 99%. Наш дискуссионный клуб подразумевает, конечно, такие моменты, которые касаются как положительных, так и отрицательных сторон. О том, насколько те вещи, о которых мы будем говорить, положительные, насколько они отрицательные. И технологично в организации нашего дискуссионного клуба мы с Натальей Викторовной подразумеваем в течение уже очень многих лет действительно три круга, три выступающих, это основные, три-четыре выступающих. И выступление после каждого круга – это задавание вопросов. Поэтому технология работы у нас с вами сегодня будет такой. Мы представляем слово участникам каждого круга. У нас их три, повторю. И буду говорить о том, что круг у нас завершается, и выступления, которые наши магистранты задумали и заложили в этот круг, заканчиваются. И если тогда появляются вопросы, то, уважаемые участники нашего дискуссионного клуба, пожалуйста, задавайте вопросы участникам этого круга, и дальше мы будем переходить к следующему кругу. Итак, у нас первый круг – это общение в сети. Включенная камера или черный квадрат. В этом круге у нас выступают Васильева Ольга Васильевна, она к нам подключилась, Герусь Екатерина Александровна, Ткачева Валентина Николаевна и Михальская Ольга Сергеевна. И мы начинаем. Наталья Викторовна. Наталья Викторовна, Ткачева Валентина Николаевна. Наталья Викторовна, Ткачева Валентина. Наталья Викторовна, Ткачева Валентина Николаевна. Наталья Викторовна, Ткачева Валентина Николаевна. в Лифтой Минусорске Морского района. И да, как уже было сказано ранее, действительно весной случилось неожиданное событие в виде смирной пандемии и резкого перехода на депрессионное обучение. И, по моему мнению, конечно, это имеет положительные и отрицательные результаты данного события. Но начнем с плюсов. Положительное – это то, что мы стали намного компетентнее педагоги и родители, учащиеся, в том числе, компетентнее в плане именно цифровых технологий. Если сначала были некоторые трудности, то уже в конце периода обучения, года, уже было достаточно гладко и отработано. Ну и в минусах я могу отметить, это все-таки образовательные результаты, как стало видно по результатам осенних всероссийских проверочных работ как минимум. Но мое выступление не об этом. Мое выступление о том, как же проходило дистанционное обучение и как можно сделать его приятнее для работы. И поделюсь опытом взаимодействия между участниками образовательного процесса. Ну, во-первых, с кем мы взаимодействуем дистанционно при обучении? Мы сейчас видим как раз-таки участников образовательного процесса, это сами учащиеся, коллеги, учителя и родители. Через что мы взаимодействуем? Ну, здесь выбор инструментов достаточно широк, я перечисляю ниже, начиная с мессенджеров, гаджетов, да, заканчивая дистанционной почты и какие-то видеоконференции, ресурсы типа того, в котором мы находимся сейчас с вами. Такие же формы взаимодействия мы можем выделить. Мы можем выделить век занятий онлайн, как раз-таки через Zoom, через Skype, через Discord, чат-занятия, через чаты соцсетей, какие-то платформы образовательные, ну и другие формы взаимодействия, естественно, могут быть различные. Через онлайн-платформу, пространство, даже личная переписка с преподавателем бывает в некоторых случаях весьма уместен, если есть какие-то частные вопросы. Но общаться мы можем с вами по-разному, общаться могут разные субъекты между собой, и здесь тоже есть ряд негласных правил. Они нигде, ну как понятно, они у людей не прописаны негласные, но это правила этикета, которые уже достаточно давно и плотно вошли в нашу жизнь с развитием интернет-пространства и работы на днем. Я их сформулировала, как некие заповеди такие, да? Кратко. Ну, когда мы начинаем общаться посредством тети интернет, обязательно поздоровайтесь, представьтесь, обязательно контролируйте регистр текста, если мы печатаем, да, что то есть эмоциональные знаки прикинания мы контролируем. Чуть позже я прокомментирую, покажу примеры каждой из этих заповедей, так называемой заповедей. Не дробите сообщения, пишите единым текстом и обсуждайте только учебные вопросы. Чуть-чуть подробнее про каждое из этих правил. Чуть-чуть позже, да, про это скажу, но хотелось бы вообще привести пример каждого из правил, разбирая, ну, например, обычную видеоконференцию в Zoom. Мы сейчас с вами находимся, как раз таки, на этой онлайн-платформе, и все прекрасно знаем ее плюсы, минусы, какие же возможности предоставляет нам Zoom, мы можем увидеть сейчас на слайде, не буду все перечитывать, но достаточно широкий диапазон возможностей, да, в том числе даже разветвление на несколько комнат конференций стало возможно в Zoom, если обладать определенным инструментарием. Но что же бывает в Zoom? Посмотрите на данное изображение. Здесь учитель со своими учениками в конце года делает трубовое фото на память. Это я. Это первый слайд. Второй слайд у нас вот такой. Здесь учитель идет в родительское собрание, где нет лиц практически, да, только несколько человек могли себя показать. К чему я еще раз вернусь? Первое изображение, второе изображение, да, скриншоты. Здесь каждый сам задаст себе вопрос, что ему приятнее видеть на экране, когда он работает с либо родителями, либо с учащимися, либо с коллегами. Но чаще всего я слышу мнения аналогичные тому, что высказала Светлана Анатольевна, да, в приветственном слове, что действительно намного приятнее видеть живые лица, эмоции, видеть реакцию на какие-то свои слова, да, элементарный тибок в голову, может направить хоть мысли, поддержать или, ну, каким-то образом создать, ну, какую-то достаточно приятную атмосферу в работе. Это то, что касается, ну, экрана, да, видео. Но, опять же, случаи бывают разные, технические возможности у всех разные. Некоторые преподаватели, наоборот, просто всех выключить камеры, возможно, это отвлекает кого-то, да, тоже такое бывает. Второй вариант, что нужно сделать при входе, чтобы не попасть в какую-то неловкую ситуацию и облегчить работу себе и коллегам. Ну, во-первых, когда мы заходим в Zoom, нас просят написать свое имя, если оно не утверждено в учетной записи. Я вот здесь привела такой несколько юмористический пример. Ой, прошу прощения. Какие же варианты используют учащиеся, когда они заходят на онлайн-уроки? Какой же правильный ответ мы можем выбрать здесь? Что же нам нужно написать, чтобы это было корректно и достаточно поучебным? Ну, конечно же, хотелось бы видеть имена и фамилии учащицы. Они же перечислены варианты, я действительно видела на своих онлайн-уроках. То есть, бывало ли такое? По одним из негласных правил этикета, это при входе обязательно выключить звук и видео. Для чего? Чтобы, во-первых, не создавать фоновый шум, да, при заходе в конференцию. Во-вторых, выключать видео, чтобы осмотреться по сторонам и увидеть, что у нас соответствующая рабочая обстановка, чтобы нас ничего не смущало, после чего видео уже можно включить. Идем дальше. Несколько лайфхаков, да, так скажем, для педагогов, чтобы облегчить себе работу с таким онлайн-ресурсовым конференцией. Рекомендую ставить конференцию на запись. Даже если она вам потом будет не узнав работы, вы просто ее сможете удалить. На какие-то моменты вы сможете зафиксировать, если есть какие-то дисциплинарные нарушения, если есть какие-то информационно важные моменты, которые дальше можно использовать в работе, и вам будет неотвратим важный стриншот сделать, да, например, в вашей рабочей доске, если вы что-то писали. Очень удобно попросить участников конференции представиться в чате, а потом просто сделать стриншот, чтобы по ходу не отмечать разный ключ и не тратить время на конференции. Не разрешать совместное пользование доской, если это не обусловлено методически имеется в виду. Если, например, я пишу что-то на доске, и иногда дети могут писать одновременно со мной, помещать что-то в таблицах, да, но иногда это выходит уже за грани, дети начинают играть и возможность урок. Это было, конечно, не в том случае нельзя допускать, и просто можно ограничить совместные вопросы. Я рекомендую всем, естественно, научиться оперативно отключать микрофоны участников или задать это изначально в настройках, потому что если начинаются посторонние шумы или беседные комментарии, очень сложно иногда найти именно тот источник звука, который есть, если большое количество участников больше 20 минут. И если мы не говорим, то, конечно, рекомендуют отключать микрофон, чтобы избежать таких тревожных ситуаций. Но об этом тут позже. А именно сейчас. Какие же тревожные ситуации могут быть? Их может быть огромное количество. Я здесь привела 4 ситуации. Кратко, да, учитель сказал, как же я не належу математику. Один преподаватель начал выяснять отношения вместе со своей девушкой и не выключить микрофон в студентах. Во время уроков один из учеников решил сорвать урок и включил в микрофон запах лови трон. Группа бутылка, да, чем очень это веселился от окружающих. И в одном из занятий один родитель прошелся в нижнем белье, переговаривая вот, что вы можете видеть ниже. Две из этих историй произошли со мной. Ну, может быть и хуже. На самом деле, поэтому, конечно, лучше обезопасить себя и свою лепутацию для дальнейшей работы. Ведь хорошо, когда коллеги или ученики, или родители оказывают то, что свой зумор и могут в эту ситуацию. Но такое бывает не всегда. Следующий момент касается времени отправки домашних заданий и личных сообщений учителю. Здесь я сделала некоторую подборку не самых корректных письм, так скажем, да, по времени. Наверное, родители считают, что если они отправили ночью письмо, то, значит, оно и на компьютере потом будет открыто, и будет нигде. Не думая о том, что у некоторых учителей могут быть включены оповещения, например, да, на гаджетах и так далее. Ну, естественно, это должно обговариваться заранее, требования, и я думаю, что это должно быть очевидно для взрослых людей. Но бывает по всякому. стиль общения, использование каких-то неформальных слов, использующих измеренных знаков пунктуации и регистра, конечно же, тоже очень нарушает стиль общения, неэстетичность и уж более эстетичность. Да, посмотрите, какие бывают варианты, и такое может быть даже от родителей, то есть не соблюдать субординацию, люди тоже могут. Но мы можем начать с себя в любом случае. Вот сейчас я вам продемонстрирую два примера, как учащиеся могут обращаться к учителю. На электронную почту приходят письма. Итак, вариант первый сейчас перед нами. Давайте подумаем, есть ли здесь какие-то ошибки, исходя из заповедей, которые были озвучены ранее. Вариант второй. Я думаю, что второй вариант намного корректнее, и он способен расположить учителя к ответной реакции более положительной, хотя, конечно, мы все профессионалы и в любом случае сможем пойти навстречу ученику, но, тем не менее, здесь идет речь именно об личности и о этикете в переписке, в том числе и в деловой и вот такой вот личность учителя. На самом деле, по результатам инстанционного обучения мы поняли, что такой вид общения очень сложен для понимания друг друга, да, потому что что-то как-то кто-то не так написал, какая-то интонация не весьма, хотя возникают проблемы. И нам здесь, конечно, помогают только сотрудники. Здесь я приведу несколько примеров своего личного опыта, что было сложного и как справляться с такими ситуациями. Здесь ученица не может никак справиться с электронной почтой, потому что имя мейла, учителя Яндекса никак, ну нет, не отправляют литературу и так. Здесь родители не смогли открыть в WhatsApp просто задания и поэтому очень переживают, что половина задания не видно, да, то есть то, что можно просто развернуть вот так вот в свой телефон и увидеть все целиком или уже развернуть, то, конечно, здесь сложно бывает. А вот это сообщение мне пришло в июле. Ученица решила исправить двойки. Ну, тоже случается такое, да, все педагоги, вне зависимости от месяца на календаре, работаем оперативно. Ну и напоследок я хотела поделиться своим опытом взаимодействия с своими учащимися родителями в полную группу ВКонтакте. Я разработала там очень достаточно широкий функционал, который позволяет мне с ними работать и сейчас. И во периоде функционального обучения я переделала группу ВКонтакте, которая изначально была для любителей биологии, в так называемую такую экспериментальную онлайн площадку и очень облегчила жизнь себе и учащимся родителям. Они со мной были на связи 24 на 7 практически, хотя мой рабочий день был не 24 на 7, но, тем не менее, нам было очень удобно и комфортно взаимодействовать. Сейчас учащиеся используют эту группу для подготовки КОГЭ, для дополнительных каких-то материалов для изучения физиологии. Если вам интересно, вы можете подать завязку, я ее сейчас подтвержу, и вы сможете ознакомиться с каналом, который я предлагаю. Возможно, это кому-то будет полезно. Ну, на этом у меня все. Я надеюсь, мой опыт был кому-то полезен. Если возникли вопросы, я с удовольствием отвечу. Желаю всем хорошего. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина Александровна. У нас уже появился в чате вопрос, но мы его адресуем вам, если он будет для вас немножко позже, после всех поступающих, как мы договорились. Спасибо большое. Уважаемые участники, пожалуйста, чтобы нам действительно обсудить все вопросы вот в то время, как мы оговаривали с вами 10 минут на выступление. Мы продолжаем. И слово предоставляется Ткачевой Валентине Николаевне. Это магистрант второго курса Институт педагогики, программа школьное образование. Пожалуйста, Валентина Николаевна, тему вашего выступления, наверное, вы сами. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хотела бы рассказать об особенностях взаимодействия в школьном образовании при дистанционном формате обучения. Дистанционный формат обучения действительно открыл для нас всех новые возможности взаимодействия учителей и учеников. Безусловно, качество этого взаимодействия зависело от нескольких факторов, таких как подготовленность образовательной организации, да, это материально-техническое обеспечение, может быть, собственная коммуникационная сеть. Это желание и готовность самого учителя, да, показываться и участвовать в этом дистанционном обучении, а также от возможности семьи перейти на дистанционное обучение. Следует отметить, что при соблюдении всех этих пунктов дистанционное обучение действительно имело даже и положительную динамику. Некоторым детям было комфортнее работать в таком формате, они действительно лучше находили контакт с учителями, раскрывались по-своему, очень хорошо взаимодействовали именно в таком формате. Но, пройдя непростой путь весеннего дистанта, я определила, что для меня, как для преподавателя, наверное, предпочтительно и допустима и включенная камера, и черный квадрат. И я бы объяснила, что четко нужно определить условия, при которых один из этих вариантов был бы оптимальным. Ведь именно в этом заключается роль учителя. Мы должны определить те условия, в которых всем наиболее положительная динамика будет сделана. Среди преподавателей бытует миф, что если ученик или студент не включает камеру, значит, он не был на уроке, значит, он отсутствовал. Но я бы хотела развеять этот миф. Во-первых, не случайно в программном обеспечении различных программ, которые организуют видеоконференц-связь, это и Zoom, и Google Meet, это платформа, на которой мы работали, существуют функции, да, выключить камеру, выключить микрофон. Это не случайно, на мой взгляд. И детей, которые работают действительно на уроке, мы можем видеть и в дистанционном формате, даже если у них выключена камера. Они все равно могут использовать функции поднять руку, они участвуют в чате, и действительно их видно даже без камеры. Во-вторых, иногда сами учителя просят выключить и камеру, и микрофон, об этом уже было сказано Екатериной Александровной. В основном это происходит на уроках, потому что у нас сокращено время по САНПИНам, это 15-20 минут, в которые мы должны уложить очень большое количество учебного материала. Я учитель русского языка и литературы, и действительно имеют место схемы, таблицы, которые нужно пояснять и не отвлекаться на другие вопросы. К тому же мне кажется, что именно на теоретических занятиях и на уроках внимание учеников таким образом будет более сфокусировано на учебном материале, ведь они могут заглядываться на обстановку дома одноклассника, начнут перемахиваться. Некоторые дети, подключаясь, начинали друг другу махать рукой, улыбаться и отвлекались больше друг на друга. Они были действительно рады видеть своих одноклассников и отвлекались от уроков, начинали посторонние темы. Но, в-третьих, также стоит отметить, что не все дети будут готовы подключаться к видео, и на то могут быть и социальные причины. Тот же интерьер дома, комнаты, у кого-то может не быть индивидуального рабочего места, у кого-то дома родители или спят, например, младшие дети, братья и сестры. Или точно так же учатся братья и сестры, и у них есть сложности в подключении даже одновременно к уроку. Но это все нужно учитывать, хотя я думаю, что в чем-то дистанционное обучение все-таки схоже с очным, ведь согласитесь, что в нашей работе тоже бывают такие черные квадраты, дети, которые отвлекаются от уроков. Они вроде присутствуют, но активности никакой не проявляют при этом. И на дистанции и вживую роль учителя включить ученика в учебный процесс и создать условия для его успешного обучения и для личностного роста. И я находила такой способ. Я записывала свои видеоуроки и отправляла детям в чат. Таким образом, те дети, которые не присутствовали по каким-либо причинам, могли просмотреть этот урок в удобное для них время. Дети, которые что-то не поняли, могли обратиться вновь к этому материалу. И действительно поступали даже и положительные отзывы от родителей, благодарности, потому что совмещать вот этот процесс, а когда еще у родителей тоже своя дистанционная работа, им тоже было очень сложно. И также решалась вот эта проблема черного квадрата. Однако, хотелось бы отметить, что бывают все-таки такие занятия, на которых предпочтительнее включенная камера. Ну, во-первых, это внеурочная деятельность, куда ходит небольшое количество учеников, и очень важен контакт тет-а-тет или в небольших группах, где мы работаем. Например, в нашей гимназии у нас внеурочная деятельность посвящена исследовательским работам, а также подготовке к олимпиадам. И там как раз-таки у нас идет такая фронтальная работа друг с другом, где действительно предпочтительнее включенная камера. Это же касается и домашнего обучения, где у нас и так всегда индивидуальные занятия. Также предпочтительно включенная камера на классных мероприятиях. Но здесь гораздо было проще. Дети чувствовали такую неформальность общения, могли задать какие-то вопросы, чувствовали себя более свободно и даже сами, без просьбы моей, подключались и с камерами, и с видео. Но теперь я еще предложу вам посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Что же воспринимают дети по ту сторону экрана? На мой взгляд, очень важно, чтобы сам учитель включал все-таки камеру, потому что именно он является иногда, ну, вернее, не иногда, а практически всегда в ситуации дистанционного обучения таким центром. И действительно, мы вернулись к тому, что учитель — это источник знаний, который транслирует их в прямом смысле через экран. И учителю лучше было бы подключаться с видео. Но, возможно, это работало бы с детьми начальной школы и средней. Со старшеклассниками, возможно, проще было бы подключаться только с помощью микрофона и демонстрации презентации, потому что сейчас набирает популярность такой формат, как подкасты. Дети к этому приучены, они слушают какие-то электронные книги, которые хорошо воспринимают этот формат и в то же время могут обращаться к учителю вживую, что невозможно при подкастах. Таким образом, в школьном образовании выбор способа общения может зависеть от ситуации, от типа урока, от возможностей семьи и школы, а также от позиции учителя. Вот он кем хочет больше быть – лектором, спикером, модератором. Подводя итог, отметим, что построение процесса дистанционного образования и достижение результатов все-таки возможно без потери продуктивности даже при выключенной камере учеников. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Валентина Николаевна. Вы показали в своем выступлении плюсы и минусы с этой стороны. Спасибо огромное. Спасибо. Уже была в чате, но мы к этим вопросам вернемся. И продолжаем этот круг. И слово предоставляется Михальской Ольге Сергеевне, магистранту первого курса Института педагогики, программы «Педагогика дистанционного образовательного взаимодействия». Пожалуйста, Ольга Сергеевна. Да, как уже сказали, меня зовут Михальская Ольга Сергеевна. И я преподаватель иностранного языка в Санкт-Петербургском техникуме железнодорожного транспорта. Тема – это формат общения на онлайн занятиях в период дистанционного образовательного обучения. Как уже было сказано коллегами, весной этого года страна вынуждена была перейти на дистанционный формат обучения. И данный образовательный процесс представляет собой взаимодействие преподавателя и обучающегося на расстоянии, принимая во внимание все стороны образовательного процесса. И взаимодействие между преподавателем и студентом происходит посредством интернет-технологий. Пандемия против нашей воли рассадила нас, конечно, по домам и показала совсем другой формат жизни и общения. Многие люди стали чаще и больше даже встречаться в онлайн каких-то конференциях, нежели это было до пандемии. И, безусловно, коррективы были внесены и в образовательный процесс. Я не буду отрицать ни я, ни мои коллеги, мы не были готовы к столь резкому переходу на дистанционный образовательный формат обучения. И, конечно, приходилось в короткие сроки осваивать какие-то новые компьютерные технологии, интернет-платформы. Но мы, конечно, работали активно, приходилось вносить коррективы в материал, который нужно было выдавать обучающимся. Но, тем не менее, я считаю, что мы справились. Мы закончили достаточно хорошо год. Кто-то защитил диплом дистанционно и выпустился. Кто-то даже умудрился поступить в магистратуру. И тоже дистанционно и, на мой взгляд, успешно. И, вы знаете, вроде бы с сентября уже жизнь пошла своим чередом. Мы вышли и стали работать в очном формате. И, казалось бы, уже все было позади. Но, к сожалению, вторая волна пандемии. И вот уже с ноября мы снова на дистанционке. Простите, на удаленке, в дистанционном формате. Но мы уже не так боимся его, потому что у нас уже есть опыт весны. Единственное, что, конечно, сейчас мы стали больше внедрять онлайн занятий с нашими обучающимися. И мы тут столкнулись с другой проблемой. Мы это тоже между собой. Мы это я и мои коллеги тоже между собой называем. Это вот выключенная камера, она же черный квадрат. И мы понимаем, что необходимо нашим студентам, обучающимся, так своего рода представить, что качественному образовательному процессу просто необходимы правила сетевого общения. Дальше пойдет исключительно мое видение, потому что я смотрю, что из предыдущих спикеров оно немножко отличается. Но мне нравятся ваши идеи, и это только мои мысли будут. Я считаю, что включенная камера – это обязательный компонент культуры сетевого общения. Собеседник должен видеть своего оппонента. Мне, как преподавателю, очень интересна реакция моих студентов на мои объяснения. Я хочу, чтобы они были максимально вовлечены в образовательный процесс, тем более, что я согласна с предыдущим спикером, что у нас очень ограничены рамки. Вот в школе, оказывается, в гимназии это там 15-20 минут, у нас, слава богу, побольше 30-40 минут, но, тем не менее, это не полтора часа, как у нас при очном взаимодействии со студентами. Поэтому, как я уже сказала, что мне важно видеть реакцию, чтобы студенты не отвлекались. Выключенная камера, на мой взгляд, она, ну, лишает, ну, лично за себя буду это говорить, лишает меня какого-то вот определенного уровня комфорта. И, ну, это мое мнение, еще раз подчеркиваю, оно, как выключить вот этот черный квадрат, это своего рода неуважение к спикеру. То есть я не вижу эмоций, я не вижу фидбэка, как мы это называем, я не понимаю, нравится, доходит, получается, положительно или же нет. Поэтому для меня это очень важно. По сути, дистанционный образовательный процесс, он у нас не должен отличаться от очного образовательного процесса, даже несмотря на расстояние. Поэтому нам необходимо восстановить два канала общения во время занятий, онлайн занятий, которые характерны для очного общения. Это аудио, то есть голос, и видео, то есть образ. И поэтому я считаю, что нам, преподавателям, просто необходимо доносить до сознания студентов, обучающихся, ну, эти такие вот правила культурного поведения сетевого общения. Правила, да, сетевого общения. Сбилась и хотела еще сказать, что помимо включенной или выключенной камеры, еще, конечно, необходимо уметь презентовать себя. Вы знаете, включить камеру и зафиксировать себя на онлайн занятии, на мой взгляд, это еще недостаточно. Желательно выбрать подходящий фон, возможно, даже свет, чтобы падал и показывал тебя в нужном ракурсе. Просто, да, это тоже, я считаю, что не было важно. В принципе, опираясь на свой опыт преподавательский, почему я вот за включенную камеру, за то, что нужно себя красиво и правильно презентовать, я могу тоже рассказать много историй, например, как студенты приветствовали меня лежа в кровати, потому что он проснулся, но еще не вылез из кровати, или же, например, он, простите, умывался. И в такие моменты очень хочется, не хочется, а в смысле в такие моменты приходилось искать нужные и подходящие слова, чтобы студенту доказать и показать и рассказать правила поведения на онлайн занятиях, культурного поведения на онлайн занятиях. Конечно, безусловно, я студентов могу понять отчасти, почему они так свободно ведут себя на онлайн занятиях, потому что, на мой взгляд, большую часть своей жизни они все-таки проводят в онлайн режиме. И там они себя чувствуют достаточно спокойно и комфортно, и, простите, об этике и эстетике они уж точно не думают. И тут, когда мы проводим онлайн занятия, им, конечно, надо подстроиться где-то отчасти под нас, под наши, ну так скажем, ну не стронгие, но правила. Помимо, конечно, помимо включенной камеры, на мой взгляд, еще нужно тоже принимать во внимание это микрофон. Бывают такие случаи, да, когда мы что-то говорим, а микрофон отключен, или же, наоборот, мы являемся свидетелем какой-то ненужной информации, которую мы слышим, потому что оппонент забыл выключить камеру. Просто в заключении мне, конечно, бы хотелось сказать, что пандемия, конечно, нас поставила в такие условия, ну жизнь, да, таким образом обернулась, что нам нужно понять, принять и научиться гармонично дальше жить и взаимодействовать. И прежде чем, ну на мой взгляд, мы должны требовать эти правила от студентов, правила культурного поведения в сетевом общении, на мой взгляд, мы должны эти правила сами понимать, принимать и соблюдать. Спасибо. Спасибо, Ольга Сергеевна, спасибо за ваше выступление. Вопросы появляются, мы их обязательно зададим, но мы вернемся к началу, как у нас было заявлено, потому что я вижу, что Василия Ольга Васильевна, она с нами. Магистрант первого курса программы духовно-нравственное воспитание, тема выступления «Психологические основы обучения в дистанционном формате». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Василия Ольга Васильевна, я студент первого курса магистратуры духовно-нравственного воспитания факультета. Работаю учителем-дефектологом. В моей коррекционной работе, конечно же, очень тяжело выходить на дистанционное обучение с детьми, потому что детки все коррекционные и с ними нужен более другой тип общения. Но по наблюдению также моих детей, которые также обучаются в дистанционном формате, я решила подготовить такую вот тему «Психологическое общение в дистанционном формате». Вот как мы можем видеть по второму уже слайду, да, это второй слайд. Это вот в наше время все больше людей уходит в интернет. Не только для личного общения, но и для работы и учебы. Опять же такие причины у нас возникают у всех разные. Как вот предыдущие ораторы передо мной уже сказали, в принципе, очень много уже про стиль общения, про тип общения и про коммунистативные навыки тоже общения. Но все же вот хочется добавить то, что действительно очень тяжело сейчас перестраиваться и учителям, и также детям, и переходить в такую структуру общения, потому что мы все психологически к этому не готовы. И на это нужно, может быть, какое-то время, чтобы отработать это для совершенства. Вот и как мы можем видеть на третьем слайде, вот наш стиль общения идет и по работе, и как ученики. И некоторые ученики заинтересованы в стиле общения через интернет-ресурсы. Некоторые также и учителя, и студенты, и ученики, они немножко сковываются. Может быть, даже вот не как вот предыдущие ораторы сказали, что кто-то там моется, кто-то в кровати лежит, кто-то еще. А может быть, они комплексуют раскрыться или показаться перед камерой, перед своими сверстниками. Может быть, им может показаться, что не так что-то они выглядят. Ну, бывают всякие комплексы, детей особенно. Вот. И ученики крупных компаний, и не только учителя, и большинство девак начали активно дистанцироваться, переходя к онлайн-платформе для всего вышеперечисленного. И к предыдущим ораторам тоже присоединяются. И тут же встает вопрос, каковы же психологические основы общения в дистанционной форме? И как их могут быть преимущества и недостатки в эмоционально-психологическом плане? Вот как мы можем видеть на четвертом слайде, еще Аристотель говорил, что учитывать ряд стратегий в построении коммуникации для убедительности коммуникативных, он предлагал обращать внимание на три составляющие. Это патос и логос. И как в переводе с латинского языка, это стратегия позитивного того, кто говорит, его оратор. Патос состоит из трех элементов. Это добродетели, практические мудрости и незаинтересованности. Патос это еще можно перевести также с латинского как пафос. Это эмоциональная составляющая общения. И тут же мы можем через этот пафос видеть, что влияние – это желание, мотивация, внимательность, понимание. И логос – это рациональные аргументы. Здесь важно опираться на факты и однозначно выстраивать аргументацию. Извините, пожалуйста, очень волнуюсь. Первый раз выступаю. И что мы можем вынести из этого? Что во время дистанционного общения теряется контроль над ситуацией. Не всегда учитель способен следовать за уровнем понимания темы и вовлеченности ученика, так как через экран это трудно понять, насколько ученик заинтересован и насколько педагог доступно дал понять ученику, понял ли он тему, не отвлекся ли он в этот момент на что-то другое. Говорит об условности нельзя сказать об разном восприятии информации у разных людей. И это касается не только учебного процесса, но и как работы, как и просто общения. При общительных сетях интернет демонстрируется канал восприятия информации. Является видуальной... Ну что же делать людям двух других коммуникативных способностей? Они аудиалисты. Лучше воспринимают информацию носку. Телестетики воспринимают информацию через действие. Спасибо. Через действие. И визуалисты они через видео. Здесь на своеобразную помощь может перейти технический прогресс, не позволяющий сопровождать общение разного рода аудио и видео с интентом. Но это в полной мере будет недостаточно, потому что во время отправления в вышеперечисленный континент мы не можем полностью оценить эмоциональную готовность к собеседникам, вследствие чего может наступить дискомфорт общения, а именно состояние тяжелого молчания. Чтобы этого избежать, следует в учебный процесс предварительно знакомство обучающая со спецификой организации учебных коммуникаций, определение индивидуальных способностей обучающихся с целью формирования эффективно работающих малых учебных групп, создание благоприятного психологического климата реализации дистанционных занятий на основании решения межличностных контактов между учащихся курсом, в простом общении. Применение современных педагогических технологий включает план занятия неформальных мероприятий, расширение спектра применяемых игровых методов и активных методов обучения с целью повышения мотивации. Это вот когда через дистанционное общение, чтобы учитель видел ученика, что он не отвлекся в какую-либо другую сторону, потому что интернет и дети во время занятий могут нажать всякие сайты и выйти на другие, пока учитель вещает определенную тему. И хорошо бы какие-нибудь инновационные технологии использовать в образовательном процессе для того, чтобы ученика вовлечь в этот процесс и чтобы он был на более эффективнее в построении работы. ученики. Вот как мы можем видеть на следующем сайте, там факт общения между учениками. Я вам говорила, что когда мы в классе находимся, мы чувствуем детей, мы можем понять, что им нужно. И вот на дистанционном, когда очень хорошо, когда через построение каких-то технологий, может быть, на уровне сказок, примерах, выстраиваем также математику или также выстраиваем русский язык. И как мы можем видеть дальше, отсутствие социума. Не всегда есть возможность определенно использовать удаленного работника. может пойти отдохнуть в этот период, потому что он понимает, что может в любое время выполнить свою работу. И чтобы этого не происходило, всегда должна быть в чем-то стимуляция и заинтересованность. Несомненно, у дистанционного общения есть много минусов. Есть психологические негативные последствия, но это новая ступень прогресса, который, я думаю, что мы скоро ее доработаем и более к ней подойдем, чтобы было все интересно и более эффективно для наших детей, для педагогов. На этом я заканчиваю. Если у вас есть вопросы, а я пока посмотрю в чате, что есть, но давайте начнем с такого вопроса. Я так понимаю, что здесь можно руку поднять, можно включить микрофон. Нелли Владимировна, огромное спасибо. Вы знаете, у меня вопрос к первой выступающей. Это Екатерина Александровна. Да. Вы демонстрировали те материалы, которые получаете от ваших воспитанников. В них, конечно, содержится большое количество ошибок. Вы с этим как-то работаете или уж что пишут, то пишут? Ну, естественно, я их поправляю, но не снижают за это отметки, потому что я смотрю на содержание предмета биологии. По-русскому языку за это снижают отметки. Ну, конечно, я всегда корректирую, даже когда очное обучение. Нет, ну, когда очное, я понимаю. А вот когда на дистанте, как вы корректируете? Вот вы получили какое-то послание, где «не могу» написано вместе. Да, да, да. И что вы делаете? Я в комментарии напишу правильный вариант. Ну, не в грубой форме, а просто как «не могу» и звездочка рядом. Так обычно условно обозначает исправление в интернете, следом за каким-то сообщением. Спасибо большое. Спасибо, Надина. Спасибо, Екатерина. Еще вопросы? Ну, в чате появились такие вопросы от Романа. Что же тогда делать с такими форматами обучения, как вебинары, когда нет даже возможности увидеть вашего собеседника? Уважаемые участники круга, если кто готов, ответьте, пожалуйста. Вопрос к Ольге Сергеевне. Сколько у вас человек в группах, чтобы было понятно, как вы организуете обучение? И также к Ольге Сергеевне, что делать ученикам, у которых нет технических возможностей для включения камеры и микрофона? Я готова ответить, если можно. Да. Спасибо вот за последний вопрос. Прям я очень прям ждала и надеялась, что он будет, потому что на него, конечно же, есть у меня решение. Что касается первого, я уже сказала, что я преподаватель иностранного языка, и у меня варьируется. То есть по списку, это, как говорится, может быть 15 человек, но присутствуют не всегда все. Поэтому, ну, условно назовем, это бывает от 10 до 20 человек на одном занятии. Я тоже вот так включаю галерею, я всех их вижу, и поэтому я их вижу. На первый вопрос я ответила. На второй. Что касается технических стрессов? Ну, конечно, я прекрасно понимаю, что есть студенты, у которых нет возможности, например, они с компьютера стационарного, и там не предусмотрена видеокамера. Это все оговаривается буквально на первом, втором занятии, и потом я просто к человеку обращаюсь, там, что ответьте, к студенту там, ответьте на такой-то вопрос или такой-то. Когда единственный вот такой момент, знаете, бывает, что задаешь вопрос, а студент не отвечает. То есть ты его не видишь, у него отключен микрофон, и ты не понимаешь, студент присутствует на занятии или нет. На этот счет тоже у меня есть фраза, которая как-то так быстро всех оживляет, сразу же включается микрофон, и все отвечают. Поэтому, да, конечно, я понимаю, ни на кого я не давлю, естественно, если нет технических возможностей. Но, вы знаете, как показывает опять-таки мой опыт, преподавательские студенты делятся на две группы. Те, которые хотят и находят средства, и те, которые по принципу наименьшего сопротивления. Те, у кого нет камеры на стационарном компьютере, они с телефона. То есть они включают отдельно конференцию, чтобы меня, чтобы они видели, чтобы я видела их, и продолжают обучение непосредственно в компьютере. То есть у меня два человека под одним именем заходят в конференцию. Я таким очень благодарна студентам, потому что они понимают мою потребность, уважают ее, ну, а я, конечно, ценю это безмирно. Вот. Если я ответила. Сергеевна, спасибо большое. Но вопрос Романа тоже к вам. Что же сделать с такими форматами обучения, как вебинары, когда нет возможности увидеть вашего собеседника? Наверное, я не смогу ответить, потому что я так не думала. про вебинары, потому как у меня такого опыта нет. А насчет вебинара, я не могу сказать. Простите, не могу, если можно. Хорошо. Может быть, тогда кто-то, кто выступал, может ответить, или в конце вы можете ответить. Но, Ольга, тут есть вопрос от нескольких участников. Поделитесь волшебной фразой. Волшебная фраза такая, что там товарищ студент, ну, я просто у меня, как это, я из военной академии раньше работала, поэтому у меня так все достаточно жестко. Я говорю, товарищ студент, называй его по имени. А если он молчит, я говорю, все, значит, вас можно считать отсутствующим на паре. Волшебная фраза, потому что для них НБ это, ну, потом определенные несет последствия. Они тут же включают, нет, нет, что вы, я здесь, но я слышу по голосу, что он точно отсутствовал. То есть он откуда-то бежал по какой-то траектории, и поэтому для меня это показатели. Я его уже потом держу, как говорится, на крючке, то есть несколько раз обращаюсь к нему, чтобы понимать, что он присутствует. Ну, это у меня позволяет формат, у меня их немного, у меня от 10 до 20. Я, конечно, с трудом представляю, как справляются коллеги, у которых по 30 студентов. Это сложно. Спасибо большое. Спасибо, Ольга Сергеевна. Тогда, чтобы включить наш круг, Екатерина, пожалуйста, вопрос у вас было желание задать, и мы будем дальше переходить. Спасибо большое. У меня вопрос к Валентине, просто для личного опыта в работе. Вот вы сказали, что вы записываете видеоуроки для тех, кто не может посещать. Я просто тоже об этом думала, но не стала этим пользоваться. Хотела вот спросить у вас, а не падает ли мотивация у учеников, к посещению занятий, если они потом все равно могут зайти и посмотреть урок? Почему они хотят перейти потом? Спасибо за вопрос. На самом деле, я не замечала, чтобы у меня подключалось меньше детей, чем обычно, несмотря на то, что были записи уроков. Это были не отдельные видеозаписи, это были записи живых онлайн уроков, потому что, опять же, наша гимназия подключена к общему аккаунту Google Education, и там есть функция видеоконференции Google Meet. То есть мы выходили в видео встречу, записывали, и дети, на самом деле, наверное, не пересматривали, но те, кто отсутствовал по своим причинам, по уважительным, опять же, в основном, это младшие братья и сестры или там невозможность подключиться, они действительно пересматривали, благодарили, что у них есть такая возможность. Екатерина, спасибо. Мы переходим дальше. У нас второй круг, который называется «Рабочее место. Организовано дома или везде?» 什-ли как она. Или, как оно – Спасибо большое. Анна Константиновна Калас, магистрант второго курса Института педагогики, программы духовно-нравственное воспитание. Пожалуйста, Анна. Да, спасибо. Магистрант первого курса. Первого? Хорошо. Давайте сначала представлюсь. Меня зовут Калас Анна. Я специалист вообще в IT-сфере. Я недавно в образовании. Сейчас начало обучение. Достаточно давно работаю в IT, заканчивала ЭТМО, поэтому данная тема мне интересна с профессиональной точки зрения. И эргономика. Эргономикой я занималась еще в IT-компаниях. Ну, так, скажем так, изучала в общих чертах. Сейчас мне это интересно с точки зрения психологической, ну и личностной, в частности, конкретно про образование. Я могу так сказать, что вообще эргономика — это наука, которая занимается закономерностью организации трудового процесса и рабочего места для этого процесса. А школьная эргономика, она имеет цель адаптировать необходимые ресурсы для их использования школьниками и учителями в учебное и внеурочное время. Начать хотелось бы мне вот сейчас с такого вот слайда — постановка проблемы нынешнего дня, да, режим дня против режима дистанта. Ну вот уже коллеги отмечали, что дети там бывает иногда кто встал с кровати, только кто умылся, да, там умывается, в таком формате работают и учатся. К сожалению, это повсеместно, и, ну вот как айтишник могу вам сказать, что это, ну вот это реальность, просто реальность, которая сложилась уже давно. Сама я уже работаю год дистанционно из дома, и даже когда мы работали в офисе, вот такая ситуация, ну практически была нормой. То есть люди и в транспорте, и где угодно вообще могли выходить на связь, и с компьютером, и со смартфоном. Все это чередуется, ну то есть Apple Watch какой-то, что-то, какие-то такие девайсы, ну то есть средств очень много. К сожалению, да, это очень сильно сказывается на здоровье, и особенно на детском. В связи с этим были введены нормы СанПИМ, и, например, от 2019 года есть редакция, что какое количество времени может учащийся школы проводить за работой с электронным вычислительным средством. То есть, например, с изображением, вот как мы видим, до 25 минут по требованиям, а вот с компьютером тут как бы до 35, но это еще учитывая то, что в течение одной недели есть особое ограничение по количеству уроков. Ну, я вот не знаю, как это конкретно сейчас в школе реализуется, потому что все-таки я с этим не сталкиваюсь прямо. И, например, в требованиях прописано, что там до трех уроков в неделю должно быть, а внеурочная деятельность не более 90 минут. Вот. Вот второй слайд у меня. А следующее, что хотелось бы отметить, что в 2020 году еще были выпущены рекомендации, которые вот такие вот... Министерство просвещения выпустило методические рекомендации, которые имеют цель в том числе уделить внимание рациональной организации рабочего места педагога и ученика при реализации дистанционных технологий обучения. Вот здесь видно, что как бы учитывается и свет, и положение всех устройств, и минимизация использования дополнительных устройств. В частности, например, нельзя использовать одновременно и ноутбук, или там компьютеры, и смартфон. Нельзя задавать задания, при котором ребенок переписывает с экрана в тетрадь. Вот. Но это такие все требования и рекомендации, которые... Физкульт-минутки, да. Которые, к сожалению, ну, конечно же, при таком объеме программы школьной, общеобразовательной школы, все понимаем, что реально трудно осуществляются. Кроме всего прочего, в этих рекомендациях есть такие вот моменты. Вот эта конкретная цитата. Важна концентрация внимания учителя на содержании занятия, а не на его технической стороне. Ну, то есть подразумевается, что учитель обязан сам все разобрать, все понять, ну, с помощью, может быть, учебного учреждения. Вот на данной картинке, например, представлена так называемая автоматизированная эргономичная компьютерная станция. Просто компьютерная станция эргономичная. Это кресло, которое подразумевает снижение нагрузки с позвоночника, оптимальное положение компьютера, если вот вместо книги будет компьютер. Но такое кресло, например, в продаже стоит 70 тысяч рублей. Одно такое кресло. А если еще учесть, что, допустим, кому-то нужны технические средства, то, конечно, финансовые вложения большие очень. Вот о чем в первую очередь необходимо заботиться о зрительном, статическом, умственном и психологическом состоянии участников учебного процесса. Должна быть обязательно обратная связь. Обязательно либо с учеником, либо с его родителями о том, как он вообще проходит этот процесс. Но как мы видели, вот, например, говорила Екатерина Александровна, что родители сами порой не выходят на связь нормально. То есть у них бывают какие-то такие сложные очень взаимоотношения тоже с техникой. Это тоже большая проблема. Что из профилактики? И вот у меня такие вот есть меры. Это, конечно же, в первую очередь я отметила хорошее питание. Почему? Потому что неоднократно видела, как дети в порыве вот этих вот всех занятий, даже из-за того, что там сложно, им все интересно, они забывают, когда там нужно поесть вовремя или наоборот кусочничают. Это очень сильно влияет тоже на концентрацию внимания. Цифровая гигиена. Понятно, чтобы дети не привлекались на различные сайты сторонние во время учебного процесса. Может быть, какие-то блокировщики должны быть, какая-то среда. Может быть, какие-то стены, ну, вот специальные, ограниченные должны быть для учебных учреждений. Может быть, как-то это должно быть прописано для каждого ученика отдельно, когда такой режим образования. Вот, ну, и, конечно же, это поддержка педагога. Вот, физкульт-минутки, обратная связь, перерывы, переключения. Вот, что хотелось еще отметить, замедление процесса для улучшения понимания. Что это такое? Это есть целое движение, называется slow life, в том числе связанное с образованием, когда человек снижает скорость своего вот этого вот взаимодействия с техникой вообще жизни для лучшего созерцания и улучшения понимания. Даже есть специальные такие эргономичные, скажем так, техники по представлению текста. Это есть специальные, там, цветовые различные тоже решения для работы вот этих вот технических средств, технических девайсов, ну, и всяких средств коммуникации. Это целое там движение, поэтому о нем можно даже почитать, очень интересно. Вот, ну, стране сквозняков, это чтобы не было проблем со спиной. Ну, и, конечно же, дискуссии, как вот, например, сегодня, да, потому что это актуальная тема. Мы вот в процессе коммуникации, разговора решаем какие-то, находим интересные, необычные решения для конкретных ситуаций. Вот, есть еще немножко вот два слайда. Вот я хотела бы рассказать у нас. Дело в том, что в IT-компании существует медик, который, как мы вышли на режим вот этого дистанта, нам начала рассказывать о том, как бы нам сохранить здоровье во всем этом. И проводила лекции, например, про голод, да. Есть во время вот таких вот рабочих форматов эмоциональный голод очень часто возникает. Самый простой способ с ним справиться – это выпить стакан воды. Вот, и еще вот немножечко при проблемах со спиной, потому что они очень часто возникают, когда мы пользуемся компьютером или телефоном. Тоже, кстати, вот телефон даже. Мы наклоняем голову, шея очень сильно при этом страдает. Вот. Это, ну, как бы вот, например, на картинке, да, это разминка такая, чтобы вот эту жесткость сбавить со всех забитых мышц, которые в результате этого всего получаются. Вот. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Если будут вопросы, буду рада ответить. Спасибо большое, Анна Константиновна. Ну, вопросы будут, наверное, поэтому мы сейчас немножко подождем участников. Мы продолжаем. И слово предоставляется Соколову Леониду Алексеевичу, магистранту второго курса Института педагогики программы образования взрослых. Пожалуйста, Леонид Алексеевич. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Очень приятно слушать столько разных мнений. Меня зовут Соколов Леонид. Я магистрант второго курса заочного отделения образования взрослых. Работал в университетах. На данный момент работаю консультантом в сфере коммуникационного консалтинга в бизнесе. Тема моего выступления – это организация виртуального пространства преподавателя. И для начала я хочу поставить проблему ребром. Не знаю, может быть, кого-нибудь я обрадую, может, кого-нибудь я огорчу, но я считаю, что мы, когда говорим «виртуальное пространство», у нас идет причинно-следственная связь – онлайн-обучение, онлайн-образование. Онлайн-образования в нашей стране сейчас нет. То, что у нас сейчас происходит – это экстренный выброс на дистанционное образование, которое сопровождается большим стрессом как для наших коллег и нас, так и для учеников и их родителей. В своем выступлении я буду больше касаться все-таки не школьников, поскольку я андрогог, я работаю со взрослыми, но мои коллеги из школы можете задавать вопросы, я попробую скорректировать, если что-то будет для детей. Итак, для начала я бы хотел сказать, что виртуальное пространство преподавателя, мы думаем, что это интернет, мы думаем, что это что-то связанное с компьютером. Я предлагаю взять за базисную основу формулировку, что это некоторое пространство, которое существует при соблюдении определенных условий, а при отсутствии этих условий оно пропадает. Соответственно, что это нам может дать? Это нам говорит о том, что у нас есть некоторое пространство, цифровое, очное, неважно, где мы ведем образовательную деятельность, где мы делимся информацией, где осуществляются коммуникационные процессы. Пока мы соблюдаем определенные условия существования этого пространства, оно существует, и мы можем в рамках него функционировать. Когда часть из этих условий хотя бы пропадает, то это пространство разваливается, и, соответственно, коммуникация в нем становится неэффективной или невозможной. В данном случае, в моем примере, опять же, я основываюсь на своем опыте, но я, конечно, понимаю, что он не может быть всеобъемлющим, иначе это была бы классическая ошибка выжившего, я вот это виртуальное пространство преподавателя разделил на, условно говоря, три сферы, которые связаны между собой. Это LSM-платформы, в данном случае, если мы говорим про наш вуз, это Moodle, где у нас хранятся материалы учебные, где мы можем отсылать задания. Это вебинарные сервисы, где мы проводим встречи, конференции, вот тот же самый Zoom. И это каналы обратной связи с учениками, с их родителями, с коллегами. Соответственно, для того, чтобы нам эффективно осуществлять образовательный процесс и коммуникации, мы должны соблюдать и организовать условия во всех этих трех сферах, поскольку они все взаимосвязаны между собой. Я хочу предложить несколько вариантов, как преподаватель абсолютно линейный, стандартный, у которого нет возможностей технически вкладываться сейчас в индивидуальное рабочее место по подписке на какие-то программы или онлайн-образовательные платформы, и нет времени для создания своего учебного курса онлайного, потому что онлайн-учебный курс, он создается полноценный, где-то 9 месяцев. Самое-самое минимальное – это полгода. В моей практике это было 9 месяцев и до года. Вот это те курсы, которые я делал лично, которые я делал в команде. Соответственно, мы понимаем, что в условиях обеспечения непрерывности образовательного процесса, в условиях обеспечения непрерывности работы с учениками и с их родителями и так далее, мы не можем сейчас потратить это время на то, чтобы сделать онлайн-овы курсы, соответственно, перенести наши занятия в онлайн полностью. Соответственно, как мы можем организовать вот это вот виртуальное пространство по каждому из этих направлений? Начнем с LSM-платформы. В первую очередь я хочу обратить внимание своих коллег на эргономику наших учебных курсов, потому что когда мы заходим к разным преподавателям и смотрим на те материалы, которые они выложили, очень часто бывает, что эта выкладка, она неэргономична. Что это значит? Что под этим я понимаю? Это значит, что либо очень большое дерево вот этих вот каталогов и подкаталогов, где выложены там папочки по одному документу, или все намешано просто в кучу. Или есть, допустим, можно взять пример, когда ты заходишь, 10 папок с разными названиями, половина из них пустые. Зачем они существуют, непонятно. Бывает так, что они заполнены через одну. Все это очень сильно утомляет, все это создает информационные шумы, все это ухудшает восприятие курса. Второй момент – это ориентация на онлайн-работу все-таки. Очень часто, сейчас я вижу, к сожалению, весной, весеннюю сессию, когда всех перекинули на дистанционку, я общался со своими коллегами, и мне присылали свои материалы мои коллеги с просьбой помочь им улучшить качество контента, который они дают. Очень многие мои коллеги просто взяли свои презентации, лекции в цифровом виде, которые они давали оффлайн и перекинули в онлайн. К сожалению, так это не работает, потому что презентация оффлайновая – это просто визуализация того, что мы говорим. Онлайновая презентация – это полноценный учебный материал, где надо осваивать самостоятельно. Соответственно, хотя бы изменить дизайн презентации, не закидывать туда страницы целые с учебников. Если есть возможность кинуть кликабельную ссылку в презентацию на какой-то учебник, на какую-то статью, которую нужно почитать, или если тем более есть возможность открыть этот учебник в каком-то сервисе и кинуть ссылку на конкретную страницу, лучше это сделать, потому что запихивать эту страницу на один-два слайда – это плохая идея. Кинуть ссылку, человек сам кликнет, все почитает, все будет удачно. Прошу прощения, тут у меня можно слышать мою собаку, может быть. И третий момент – это единый стиль оформления. Опять же, очень-очень часто я вижу, что коллеги, не имея возможности собрать свои презентации целиком сами, они просят кого-то, кто делал презентации на их занятия, помочь им и скинуть эти презентации с этим материалом. В результате мы можем видеть, опять же, на примере хотя бы нашего вуза, наших сессий двух, что в учебных курсах презентации, которые явно делали студенты. Эти презентации, они совершенно разные по стилю оформления, они совершенно разные по смысловой нагрузке, они совершенно разные по даже манере их исполнения. Что-то сделано очень нелеповато, что-то сделано более-менее хорошо. Бывали случаи, когда я видел презентации, ну, правда, это не в этом вузе, но я видел презентации, которые коллеги размещали под видом своих, где они не затирали имена того, кто их делал. И было видно, что это было сделано студентам. Соответственно, это, во-первых, в первую очередь, это создает дополнительные информационные шумы при освоении материала. И второй момент – это очень сильно подрывает авторитет преподавателя. Это очень сильно подрывает его репутацию. Хотя бы потому, что мы декларируем и на наших занятиях, и вообще как одну из непреложных истин образования, что списывать это нехорошо, и нужно все делать своим умом и достигать своими силами. И тут люди видят, что преподаватель для того, чтобы заполнить свой онлайн-курс, ну, просто ворует чужой контент. Вот. Это не очень хороший вариант развития событий, поэтому, когда вы заполняете или будете заполнять на ЛСМ-платформе свой очередной курс, я прошу потратить хотя бы минут 30 на то, чтобы хотя бы сделать единый стиль оформления. Это не очень сложно. Благо, можно сделать дизайн одного слайда, потом ткнуть, применить ко всем, и будет презентация в едином стиле. Что касается вебинарных сервисов. Вот тут боль, как я уже понял, очень многих преподавателей – это черные экраны. Хочу закинуть такую идею, которую я пока не услышал, что черный экран, помимо того, что это может обеспечить психологический комфорт или дискомфорт для того, кто находится по ту сторону камеры, это может быть и способ улучшить качество соединения интернета. Когда мы слушаем презентации, когда мы слушаем вебинары, очень часто мы видим, что качество интернета плохое, и либо слышно плохо нас, либо слышно плохо преподавателя. Я предлагаю своим коллегам сделать некий документ, памятку, которую вы будете закидывать в чат в самом начале занятия, чтобы человек мог это видеть. Что он может сделать лично сам очень быстро, если его качество интернета плохое. Это в том числе отключить все программы, которыми он сейчас не пользуется, которые интернет задействует. Особенно, кстати говоря, это касается детей. Потому что если это домашний компьютер, у него наверняка там какой-нибудь Steam с играми обновляется, какой-нибудь стрим на Twitch запущен, еще что-нибудь, и это все поедает интернет. Далее можно снизить качество картинки веб-камеры или ее отключить. Это тоже увеличит скорость соединения, это тоже улучшит качество связи. Я предлагаю своим коллегам использовать модераторов, если есть такая возможность. Это может быть либо ученик-активист или студент-активист, но он будет в чате сидеть, и вы сделаете с ним регламент, как он будет действовать в чате. Он будет отвечать на технические вопросы, чтобы вы на это не отвлекались. Или он будет кидать ссылки на какой-нибудь там Google Диск или где-нибудь, где будет информация по часто задаваемым вопросам. Например, там, когда наша следующая встреча, или а что будет на экзамене, или какую литературу можно почитать по этой теме. Модератор, вы не отвлекаетесь, вы ведете занятия, ваш модератор, видя этот вопрос в чате, кидает ссылку человеку, и он может перейти и посмотреть, как это все организовано, получить ответ на свой вопрос. И, соответственно, это приводит меня к мысли о работе с чатом. Работа с чатом – это то, что сейчас игнорирует большая часть моих коллег. К сожалению, когда проводят онлайн-семинары, вы можете в чате не просто задавать вопросы и потом их читать, вы можете очень быстро получать фидбэк, даже с отключенными камерами. Посмотрите, возьмем пример онлайн-занятия, которые проводятся через другие платформы, например, через тот же Инстаграм. Если кто-нибудь когда-нибудь присутствовал на какой-нибудь лекции там, вы можете видеть, что ведущий говорит, если вы меня поняли, поставьте в чат один или поставьте нолик, кто не понял и так далее. То есть быстрой командой вы можете, с одной стороны, привлекать, вовлекать ученика в процесс, он будет постоянно следить, он будет отзываться на ваш запрос. С другой стороны, вы можете сами быстро модерировать ход процесса учебного и даже не имея возможности видеть реакцию ученика или слышать его, вы можете понимать, какой процент аудитории вовлечен в учебный процесс, какой процент аудитории понял, что вы говорите, какой процент аудитории требует какое-то дополнительное пояснение. Каналы обратной связи. Здесь разнообразие большое. Это могут быть социальные сети, это могут быть мессенджеры, это могут быть онлайн-почта. Кстати говоря, на мой взгляд, один из самых плохих вариантов связи, потому что письмо через официальный почтовый ящик, во-первых, он накладывает на ученика лишний официоз, и тот стрессует очень сильно. Во-вторых, как уже правильно говорили мои коллеги, что не у всех поставлены оповещения, и это письмо может затеряться. Поэтому первое мое пожелание для организации вот этой сферы онлайн-пространства. Сделайте четкий регламент, который будет где-то закреплен либо в шапке вашего курса, либо будет вами озвучен с проверкой, что до всех он был донесен. Как, в какие сроки вы будете отвечать на вопросы учеников. Например, если к вам вопрос пришел в понедельник, то в течение трех рабочих дней вы на него ответите. Ну, условно говоря, если понятно, что это если школьное образование, это может быть там в течение рабочего дня. Но также указывайте временные рамки. Если письмо пришло, допустим, в 11 часов вечера, то ответ на него будет получен только минимум на следующий день. Также можете указывать временные рамки, что ваше время и ваши ответы по обратной связи будут идти, допустим, с 6 часов вечера до 10 часов вечера. Все, в это время вы отвечаете, дальше вы не отвечаете, отвечаете на следующий день. Но об этом уведомлены все участники учебного процесса. Это очень благотворно влияет на качество коммуникации, потому что люди, даже если они не совсем, скажем так, будут довольны, всем понятно, не угодишь, то они, по крайней мере, будут знать правила игры, и вам не надо будет стрессовать, когда вы будете на ходу это все объяснять. Второй момент. Я очень рекомендую каналы получения фидбэка дублировать, потому что что-то может пойти не так, в мессенджере может затеряться письмо, ВКонтакте или там другой социальной сети может не отправиться, или что-то где-то. Соответственно, если вам человек пишет, что, а вы не получали там мое письмо, или там, что вы мне можете ответить на мой запрос, вы быстренько просматриваете один канал обратной связи, там ничего не находите, вы не бежите в панике тут же просить отправить снова этого человека этот запрос, а он, может, забыл уже, о чем он спрашивал, потому что это было вчера или пару дней назад. Вы смотрите, есть ли на другом канале связи этот запрос. Если нет, да, тогда техническая проблема, тогда уже можно решать. Вот, это то, что касается организации вот этих вот трех уровней. Что это может дать нам вообще в перспективе? Ну, самое простое, самое основное, это снижает стресс. Это снижает стресс, что нас, как руководителей и организаторов нашего образовательного процесса, так и учеников. Это повышает качество коммуникации. Однозначно. Это уже было проверено, опробовано и мной, и моими коллегами, которые следовали вот этим путем. И третье, это повышает, ну, в принципе, качество образовательного процесса, потому что то, что сейчас происходит, вот этот вот коллапс дистанционного образования, он в первую очередь должен нас научить, как преподавателей и профессионалов, не полноценно функционировать в онлайн-образовательной среде, потому что у нас пока нету возможности это сделать технически, потому что у нас онлайн-образования сейчас нет, я еще раз повторюсь. Он должен научить нас быстро адаптироваться. Вот это самое главное, потому что если мы быстро адаптируемся, мы сможем грамотно ответить и профессионально ответить на следующие возможные вызовы, которые будут, потому что что еще будет непонятно и в какие условия преподавания нас может закинуть, тоже абсолютно непонятно. Сейчас вот это вот перекидывание нас на дистант в прошлом году, оно выявило то, что большинство преподавателей ни методически, ни психологически не готовы менять формат своего обучения. Что молодые, что уже заслуженные преподаватели. Это говорит нам о том, что возраст и стаж не имеют к этому никакого отношения. Тут уже именно вопрос адаптивности, поэтому грамотная организация, в том числе виртуального пространства вашего онлайн-курса, она поможет вам быстро адаптироваться и повысить качество своего образовательного процесса. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, буду рад ответить. Спасибо большое, Леонид Алексеевич. Вопросы к вам появились и в чате они появились, но немножко подождите, пожалуйста, мы их обязательно озвучим после завершения нашего круга. Мы продолжаем, и слово предоставляется Евдокимовой Марьяне Михайловне. Позволю выразить вам еще раз благодарность, Марьяна, за то, что вы согласились, потому что вы студентка, в отличие от магистрантов, которые выступали, но у вас есть очень интересная тема, потому что вы включились в очень интересный проект нашего университета. Пожалуйста, вам слово. Большое спасибо, Ирина Вячеславовна, вам также за то, что пригласили меня на эту интересную конференцию. Хорошо ли меня слышно? Здорово. Тогда приступаем к демонстрации. Меня зовут Евдокимова Марьяна Михайловна, я студент Института информационных технологий и технологического образования, студент педагогического направления, обучаюсь на третьем курсе, и в ноябре месяце я вступила в очень интересный проект, который называется «Продленка на удаленке с Герценовским университетом». В связи с этим я бы хотела поднять такую интересную тему, как «Виртуальная учебная среда глазами учителя и ученика». Я бы даже хотела сделать такое отступление и сказать, что сама в какой-то степени участвуя в этом проекте, проводя вебинары для школьников, являюсь учителем, и также в каком-то смысле являюсь учеником, оставаясь студентом своего университета. Вот здесь вы можете видеть небольшое содержание моей презентации. Поговорим о некоторых определениях, об учебной среде учителя, ученика, о преимуществах, о недостатках. Обязательно сделаю анонс нашего следующего вебинара. Что ж, поехали! Итак, как вы понимаете, мир не стоит на месте, и каждый год у нас, случается, происходит что-то новое, наша жизнь меняется. Этот год не стал исключением. Можно сказать, что в каком-то смысле он был богат на новшества как в сфере образования, так и в сфере информационных технологий. Школьные парты на порядок опустили, а часть образовательного процесса перешла в онлайн. Имеет смысл говорить о новой, развивающейся на наших глазах виртуальной учебной среде 21 века. Как она выглядит, где находится, в чем ее плюсы и минусы, сейчас будем разбираться. Для начала у меня есть такое небольшое видео. Это интервью нашего проректора по учебно-воспитательной работе Гагаберидзе Александра Гивовна, для телеканала «Санкт-Петербург», для передачи «Утро Санкт-Петербурга», где она так кратенько анонсирует наш проект еще до его запуска. Давайте посмотрим. Здесь, на тихо. Вот так. Это специальная программа разработана для начальной школы. Подробнее о том, как будут работать тьютеры, сейчас узнаем у нашей гости. Проректор по учебной работе университета имени Герцена Александра Гагаберидзе. Александра Гивовна, доброе утро. Доброе утро. Марьяна, доброе утро, Михаил. А кто же такие тьютеры? И кто из студентов может стать тьютером? Тьютеры – это помощники, если совсем говорить по-простому. К нам обратился вице-губернатор и комитет по образованию в наш университет для того, чтобы наши студенты стали помощниками тем детям, которых родители решат оставить дома учиться. И поэтому студенты старших курсов, будущие педагоги, они будут вовлечены вот в такую тьютерскую работу или работу помощи. И помощь может быть самого разного характера. Затова об этом подробнее рассказать. Да. Какого характера может быть помощь? Мы придумали работу такого портала нашего университета, который будет называться «Продленка на удаленке». И уже из этого названия понятно, собственно, в чем состоят функции этого портала. Ну, первая, конечно, функция – это помочь детям, то есть тьютерская помощь в выполнении домашних заданий и в разъяснении материалов уроков, которые прошли в первую половину дня. И ребенок, который сидит дома, он утром смотрит уроки, которые транслируются лучшими педагогами нашего города, учителями, а во второй половине дня наши тьютеры дополнительно разъясняют его материалы уроков и дают общие установки по выполнению домашних заданий. Но поскольку жизнь ребенка в школе не ограничивается только уроками, а виртуальная школа и виртуальные классы – это тоже школа, поэтому наши тьютеры готовы проводить еще с детьми занятия по дополнительному образованию, выполнять какие-то социальные проекты. А переменки бывают там? Обязательно. Между каждыми такими вот интеллектуальными активностями будет наступать двигательная активность и каждый час с ребенком наши студенты Института физической культуры и спорта будут проводить такие физкульт-минутки. Здорово. Но тьютера не нужно путать с репетитором, наверное. Абсолютно. Это совершенно другие функции и в функцию тьютера еще заложено не только такое групповое консультирование, оказание помощи, но и в перспективе возможности индивидуальных консультаций. То есть если у меня как у ребенка есть вопрос по какому-то предмету, то я могу его задать тьютеру и спустя какое-то время наш студент даст ему мы надеемся квалифицированный ответ. Вот такое небольшое интервью мы прослушали. Большое спасибо Александре Гивовне. Как вы понимаете, как учителя информатики я также включилась в этот проект, веду уроки информатики и мы о них поговорим немножко поподробнее. Но для начала хотелось бы дать несколько определений. Я нашла вот наиболее интересный, на мой взгляд, ну, во-первых, виртуальная образовательная среда. Что же это такое? Быстро развивающегося, многоуровневая, многофункциональная система, которая объединяет вот несколько таких составляющих. Это технологии взаимодействия участников учебного процесса, информационные ресурсы всевозможные, да, база данных, электронные библиотеки, электронные учебные всевозможные материалы и, конечно, современные программные средства. Ну, например, средства коммуникации, такие как Zoom. Еще очень интересное определение было дано одним из преподавателей нашего университета. Виртуальная учебная среда это компьютерное отражение реальной учебной среды, различных элементов мироздания, а также совокупности не имеющихся в реальности виртуальных объектов, способных выполнять учебные функции. И так как мы говорим о работе преподавателя, педагога, хотелось бы, конечно, дать определение понятию виртуальное рабочее место. Это рабочее место, которое не находится ни в одном физическом пространстве. Вот формулировка, которая мне особенно нравится. Обычно это сеть из нескольких рабочих мест, объединенная через частную сеть или интернет, без учета географических границ. Таким образом, все участники учебного процесса, переводим, так сказать, параллельно обучение, могут взаимодействовать в совместной учебной среде, независимо от того, где они находятся. А вот об учебной среде учителя и ученика мы поговорим более подробно. Начну с учителя. Как я уже сказала, примерила на себя роль учителя в этом году, проходя практику вот с этим проектом. И хотела бы показать, как выглядит мое рабочее место на вебинаре. Тоже небольшое видео. Привет. У нас прямое включение с прямой трансляции. Вот так вот мы с Катей готовимся к эфиру. Это у нас презентация, которую мы очень долго готовили вместе с нашим педагогом. Вот задание. Так вот выглядит наше рабочее место. Катя как раз последние приготовления делает к эфиру. Вот здесь тоже у нас готовится эфир. Вот так вот мы красиво сидим. У нас вот такой замечательный фон. Продленка с Герценовским университетом. У нас вот здесь есть камера, которая транслирует нас. С компьютером мы вот открываем задание, открываем презентации. Вот колонки у нас. Микрофончик в них тоже где-то встроен. Вот так вот замечательным образом выступаем, рассказываем. Как вы поняли, вот так вот выглядит наша учебная среда. Я понимаю, что здесь нужно обязательно остановиться на компонентах учебной среды. Это, конечно, помещение. Оно очень важно. Важна атмосфера, обстановка помещения. Даже тот рабочий стол, рабочее пространство, за которым мы занимаемся. Ну и, конечно, технические средства, о которых я упомянула. Это не только компьютер, но и веб-камера, микрофон, колонки. И, насколько я знаю, даже для некоторых уроков, например, уроков ИЗО или математики, используется графический планшет, что тоже очень удобно. Хотелось бы остановиться на плюсах и минусах учебной среды учителям. Ну, конечно, несравненный плюс это отдельное помещение. Я вот, например, проживаю в общежитии, и я очень рада, что у нас есть возможность ввести вебинары именно из университета, потому что в общежитии это было бы сделать очень сложно. Также замечательно, что у нас есть стабильный кабельный интернет в университете. Опять же, из-за проблем с общежитием это было бы невозможно. У нас есть инженер-тьютер, который оказывает нам поддержку. К сожалению, не могу даже выразить, сколько благодарностей я испытываю к этим людям. Мы приезжаем, как правило, за час до эфира, и вот этот час мы тратим как раз на техническую подготовку всего эфира, всего и вся. Также большую поддержку нам оказывают наши преподаватели-кураторы, о них расскажу чуть-чуть позже. Но помимо плюсов у нас есть и минусы. Ну, во-первых, минус заключается в обратной связи. Очень трудно получить обратную связь, когда ведешь трансляцию на Ютубе. В основном, это, конечно, чат. И я помню, у нас очень долго была такая проблема, что люди заходили в чат, но ничего не писали, и мы испытывали некоторый стресс с моими соведущими, потому что нам было непонятно, хорошо, плохо, мы провели, нравится, не нравится это детям или, может быть, родителям, которые смотрят эти вебинары. Также большим минусом является отсутствие зрительно-эмоционального контакта между участниками учебного процесса. То есть мы не можем видеть своих учеников. Иногда даже бывали случаи, что вот наша соведущая подключалась к нам по системе, похожей на Zoom. Может быть, кто-то слышал, TrueConf, и была такая проблема, что мы ее не слышали, где-то не видели, где-то у нас выключалась камера. Вот, отсюда еще один минус. Это, конечно, технические возможности, которые у всех разные и не безграничные все-таки. Ну и могу немножко остановиться на учебной среде ученика. Здесь где-то свои мысли выражу как ученик, как студент, и где-то, может быть, сделаю предположение относительно наших школьников. Конечно, учебная среда школьника также включает помещение. Но тут стоит сказать, что учителя все-таки более ответственно относятся к выбору помещения, к выбору локации. Могу сказать на опыте своих преподавателей, что всегда наши преподаватели с включенными камерами и микрофонами и прекрасно себя чувствуют, улыбаются. Вот. И как бы мы всегда их видим, они всегда в рабочей атмосфере, в рабочей обстановке. Что не сказать об учениках. Иногда непонятно, где находятся ученики, что они делают. Но я думаю, здесь, опять же, есть свои причины, о которых мои коллеги уже сказали. Ну, например, я думаю, что нет ничего плохого, если ученик учится не только дома за компьютером, но и, например, пока едет в автобусе, может быть, куда-то, или там у бабушки в деревне, там сидит на кровати, слушает наш урок. Я думаю, что вот конкретно для форматов наших вебинаров это более чем подойдет. Опять же, насчет рабочего стола, насчет технических средств, обстановки. Я понимаю многих учеников, многих своих студентов, своих тоже коллег, которые не включают камеры, не включают микрофоны по каким-то причинам. У кого-то может их просто не быть. Также скажу о плюсах и минусах. Плюс — это большая свобода, даже большая по сравнению со школой. Это комфортная, привычная обстановка дома и некая экономия времени, да. То есть ученик у нас экономит время на сборы какие-то, может быть, в школу, на какую-то поездку в школу. Может подключиться к нашему вебинару. Вебинары проходят по вечерам или к утреннему уроку. И, собственно, сэкономленное время потратить на обучение или, может быть, на отдых. Есть, конечно, ряд минусов. Во-первых, большая доля самоорганизации. Почему я отнесла это в минусы? Потому что все-таки у наших учеников, у наших студентов не сформирована большая самоорганизация. И как бы школьное расписание, оно давало им какое-то преимущество. Сейчас у нас расписание более свободное. И поэтому ученикам, конечно, трудно, приходится приспосабливаться. Опять же, большая доля какого-то, может быть, организационного компонента ложится на их родителей. Что, опять же, бывает трудно организовать и сделать, учитывая то, что многих родителей работают полный день. Или работают, может быть, не полный день, но дома тоже дистанционно, тоже не имеют возможности постоянно проводить со своим ребенком. Также я думаю, что все-таки дистанционное обучение у нас включает меньшую долю вовлеченности в учебный процесс. Потому что, как-то, вот знаете, когда ученики приходят в школу, когда ты их видишь, они видят тебя. Мне кажется, даже если ученик приходит не заинтересованный на твой урок, ты можешь его заинтересовать, если очень хочешь. Если он, может быть, сам очень хочет заинтересоваться. В дистанционном формате трудно понять, чего хочет ученик. Особенно вот, когда сидишь на вебинаре, а чат молчит, и как бы задаешь вопросы немножко в пустоту. Ну и, конечно, то, что я уже сказала, говоря об учителях, это технические возможности и зрительно-эмоциональный контакт. И в заключение мне бы хотелось сказать, что, конечно, технические возможности 21 века позволяют нам организовать учебный процесс из любой точки мира. И можно с уверенностью утверждать, что учиться всегда и везде это не миф, а реальность. Но существует множество проблем и ограничений, которые встают на пути такого образования. И они связаны не только с разным уровнем технической грамотности и обеспеченности людей техническими средствами, но и с отсутствием эмоционального контакта, обратной связи, что также является достаточно важным компонентом в учебном процессе. Закончить мне бы хотелось такой цитатой из моего любимого Яралаша. «А можно, чтобы все уроки показывали по телевизору?» Можно, но тогда эти стат тоже покажут по телевизору. Большое вам спасибо за внимание. Жду ваши вопросы. Если кто-то заинтересовался список используемых мной источников, могу сбросить свою презентацию. И, конечно, не могу не прорекламировать наш завтрашний заключительный вебинар по информатике, который пройдет 18 часов. Вот QR-код, его можно отсканировать. Он вас перебросит на страничку с информацией о нашем вебинаре. И там вы можете прочитать про тему, про выступающих и, собственно, подключиться к самой трансляции. Отдельно хотелось бы выразить благодарность своим соведущим Екатерине Григорьевне Групской, Татьяне Олеговне Барташ, нашему модератору чата замечательному Дарине Александровне Судеревской, моим преподавателям-тьюдорам Ирине Викторовне Симоновой и Светлане Сергеевне Куликовой, ну и, конечно, всей команде инженеров, которая помогает нам делать наши вебинары. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Марьян, спасибо. Прорекламировала, рассказала, подключила. Огромное спасибо. В чате появилось много вопросов к вам. Вполне возможно, что здесь вы ожидали этого. Значит, здесь есть вопросы от Валентины Николаевны, которая выступала как же онлайн-школы. Они не относятся к существующему онлайн-образованию. Пожалуйста, кто готов, отвечайте. Леонид Алексеевич, скажите, может ли онлайн-презентация быть в форме видео, где педагог рассказывает свою презентацию на камеру, плюс демонстрирует не только презентацию, но и себя. И еще один вопрос, как вы относитесь к платформе Moodle. может быть, может быть, тогда уже есть ответы? По поводу презентации по поводу презентации с видео, в том числе себя. Это прекрасный формат. Я считаю, что в контексте демонстрации презентации в онлайн-режиме это один из лучших вариантов, но при условии должного его исполнения, потому что здесь встает вопрос о конгруентности информационного посыла, о том, чтобы человек, который демонстрирует себя, он не забивал материал презентации о том, чтобы презентация была эргономичной и не демонстрировала то же самое, что он проговаривает. В общем, тут есть много подводных камней, но если все грамотно сделать, это прекрасный формат. Спасибо. Есть реплика к вашему высказыванию. Я за заимствование качественных презентаций. Бывает, самостоятельно невероятно много времени уходит подготовить шесть уроков с таблицами. Безусловно, нужен отбор, а не слепое скачание, адаптация, согласно также на вебинарах, о которых был вопрос. Как говорил мой хороший друг Сергей Васильевич Карпухин, профессор, если ты стырил из одного источника, то это воровство. Если ты стырил из нескольких, это научное исследование. Если мы взяли готовый материал, авторски его адаптировали и переработали именно под свой формат, то это, безусловно, хороший вариант экономии своего времени. Это ни в коем случае не бездумное копирование и выбрасывание чужих материалов. Спасибо. И еще вопрос от Дмитрия. Как вы считаете, есть ли будущее онлайн-обучения и необходимо ли сейчас в Петербурге переходить на онлайн-обучение в связи с эпидемией? Будущее онлайн-обучение безусловно, есть, я считаю, потому что, во-первых, оно обеспечивает возможность получить качественное образование людей из удаленных регионов, при этом, которые не имеют возможности по каким-либо причинам приехать и физически получать это образование. но онлайн-обучение ни в коем случае не будет выступать, по крайней мере, в ближайшие десятилетия, я уверен, полной заменой физического обучения, потому что не только наши исследования, но и исследования Европейской ассоциации образовательной, Американских ассоциаций педагогов, они пока не нашли способа полностью заменить физическое обучение онлайн. Поэтому это невозможно, особенно в моменте школы. Хорошо, спасибо большое. Валентина, у меня просьба Марьяне, напишите, пожалуйста, в чате, она вам ответит, насколько можно подключаться не только студентам к этому, а то, что касается, насколько это временный проект или он продолжится, мы не знаем, что будет завтра. Если он, наверное, будет иметь успех, вполне возможно, что он может продолжиться. Поэтому так. Спасибо большое уважаемые участники второго круга. Мы переходим к третьему кругу. Пожалуйста, Наталья Викторовна. Продолжение следует... Спасибо. Третий круг у нас называется интернет вещей в образовании, умное образование или утопия. Дарья Маратовна, пожалуйста, поставьте нам много проблем, которые вы выявили в своем исследовании. Да, всех приветствую, всем уже добрый вечер. Давайте демонстрацию и поехали. Вот так. Все видно, все слышно всем? Все супер, отлично. Ну, собственно, во-первых, хочу сказать всем большое спасибо. Сегодня действительно очень животрепещущая в данное время тема. Сама я тоже уже закончила наш замечательный университет. Уже являюсь, так что, выпускником, магистрантом третьего курса института педагогики. Дарья, еще диплом только по телевизору увидела. Да-да, только по телевизору увидела, все правильно. Ну, и по самим естественному являюсь руководителем учебной части компьютерной академии онлайн-филиала. Так что онлайн мне близок как никогда. И, наверное, первое, с чего хочется начать, подвести, так скажем, к своей теме, это то, что много мы говорим про то, что детям, возможно, сложно сейчас в онлайн-образовании и так далее, но хочется взглянуть на эту проблему с другой стороны и рассмотреть ее с точки зрения все-таки социальных сетей, потому что социальные сети, интернет нашими детьми и там взрослыми, подростками, молодежью освоены очень давно и поэтому, как мне кажется, и онлайн-образование освоить в полной мере тоже возможно. Поэтому тема, о которой я сегодня поговорю, говорила в своей работе диссертационной, это социальные сети как среда обитания молодежи. Ну и, собственно, с чего первое хочется начать, почему, в принципе, заинтересовала меня эта тема, для тех, у кого есть устройства, смартфоны с операционной системой iOS. Я вот очень часто отслеживаю свое так называемое экранное время, то есть время, которое я провожу в тех или иных социальных сетях, интернете, приложениях. И вот для вас сегодня утром сделала вырезку, это вот буквально там прошло несколько часов после моего пропуждения, да, но 4 часа времени я уже провела и в Инстаграме, и в WhatsApp, и заходила на почту и ВКонтакте. Понятное дело, что где-то есть работа, например, в WhatsApp, да, ВКонтакте, учеба, на почте также работа, но все-таки есть такие социальные сети развлекательные, как Инстаграм, ТикТок, и они тоже часть времени в день все-таки у нас отнимают. Поэтому, кому интересно, мне кажется, очень полезная вещь, можно также следить за экранным временем. Ну, и по статистике, конечно, на 2020 год 81% населения вообще пользуются интернетом, и 48 из них, то есть больше половины, зарегистрированы в тех или иных социальных сетях. Ну, и здесь такая выгрузка топ-10 ресурсов, которыми пользуются молодежь. Ну, конечно, это поисковые системы, и мессенджеры для общения, и развлекательные, такие как Ютуб, ВКонтакте, Инстаграм, для кого-то одноклассники, ну, и полезные для нас вещи, такие как госуслуги, они все еще на 10-м месте, но кажется, что вот-вот вылезут в топ. И первое, конечно, поговорим о социальности ВКонтакте, она такая, наверное, самая у всех на слуху, на слуху ей там точно пользуются все, и сейчас очень плотно пользуются и в образовательной среде, и что здесь хочется сказать, но все-таки большинство теми, кто пользуется этой социальной сетью, это либо работающие, да, люди, либо студенты, учащиеся, так как сейчас многое взаимодействие проходит именно в этой социальной сети, динамика этой социальности, как мы видим, уже на протяжении последнего года и до этого, если посмотреть статистики, она не падает, 42 миллиона человек в день заходят в эту социальную сеть и проводят действительно много времени общаясь в этой социальной сети. Что мы выявили, это то, что больше времени, конечно, в этой социальной сети затрагивается на сообщение, да, то есть на переписку, но в принципе эта социальная сеть для этого и была задумана, для того, чтобы вести общение со своими, как одноклассники, да, со своими одноклассниками или коллегами, но в период самоизоляции у этой социальной сети вырос интерес, стало больше сообщений, больше звонков, появились новые функции, выросло, увеличилось количество просмотров видео по сравнению с прошлым годом на момент времени самоизоляции, ну и, конечно, выросло посещение так называемых групп, пабликов, и вот на слайде представила там основные паблики, в которых присутствуют мои ровесники чуть младше, да, так называемая современная молодежь, ну, конечно, это там юмор, мода, стиль, там, зож, путешествия, все, чего не было в это время, наверное, было затронуто в этих пабликах, именно поэтому интерес к ним, конечно, вырос. Вторая социальная сеть, которая тоже до сих пор не уступает популярности, это YouTube, все мы знаем его, все мы оттуда смотрим развлекательные или познавательные видеоролики, конечно, на YouTube есть различный контент, просто развлекательный, научный, познавательный, кто-то учится по роликам на YouTube, те же самые вебинары там проводит, делает записи своих вебинаров. Здесь мы по-другому немножко подошли к этой социальной сети, потому что сложно оценить то, как смотрят, какие ролики смотрят, и сопоставить это там с возрастом или там с полом, здесь нам больше хотелось ориентироваться на ценности, поэтому когда у нашей группы лиц, которую мы оценивали, мы просмотрели, какой контент они смотрят на YouTube, и после этого мы попросили их оценить такие ценности в жизни, расположить их, возможно, в порядке убывания или просто оценить то, что действительно для них имеет значение, ну и оказалось так, что большинство опрошенных из тех, кто действительно очень часто или там раз в день хотя бы заходит на YouTube и смотрит разного рода контент, они ставят все ценности приоритетом нейтрального отношения. Как нам показалось, связано это с тем, что YouTube все-таки такая платформа, где принято было делиться своим мнением, это первая платформа, где появились там лайки, дизлайки, то есть такая платформа, где действительно можно выразить свое мнение, но сейчас большинство пользователей все-таки стараются поддержать все точки зрения, и поэтому в принципе к каким-то простым ценностям жизни они поддерживают такое же нейтральное отношение. Следующая социальная сеть это Instagram, конечно, тоже популярная сеть сейчас, тоже оценили многие профили в Instagram, на что подписываются люди, студенты, молодежь, которая сидит в этой социальной сети, какой контент они смотрят, какие комментарии они оставляют. Конечно, больше всего сейчас контента, который есть в Instagram, это такой контент, который позволяет самовыразиться, самоидентифицироваться в своей публике, найти единомышленников, иногда даже, может быть, выразить свое мнение по отношению к более популярным людям в Instagram. И, наверное, самое важное, то, что мы в подписках у очень многих пользователей среди молодежи обнаруживаем такие идолы, вот как они сейчас называются, блогеры, на которых подписаны студенты, и блогеры все-таки по большей части продвигают такой образ жизни через фотографии, через видео, к которому молодежи современной хочется стремиться. Они смотрят блогеров, смотрят stories, отвечают блогерам на комментарии, заводят дискуссии, возможно, даже там в комментариях группируются в какие-то группы, создают аккаунты, фан-аккаунты блогеров. Ну, то есть это тоже как бы за счет блогеров у них появляется такое средство самовыражения в Instagram. И последняя социальная сеть, ее не было в моем дипломе, но я не могла обойти ее стороной, это, конечно, TikTok. Сама признаюсь, прям иногда в рабочее время открываешь и вот параллельно даже не смотришь, что там происходит, но листаешь TikTok, даже не задумываясь о том, что ты туда заходишь и большинство сейчас пользователей TikTok проводят там действительно очень много времени. Очень много появилось роликов в TikTok на самом деле и про образование, когда начался дистанционный формат. Многие, может быть, педагоги действительно не пользуются которой этой социальной сетью, не знали, но в TikTok появилось очень много роликов как раз-таки про тот самый дистант, когда началась пара, ты лежишь в кровати, бежишь, умываешься. Вот в таком формате появились ролики, то есть 27 минут в день проводят в среднем молодежь в TikTok, но это действительно большое время, потому что появились много роликов, кстати, когда вот там ролик о том, что ты там зашел в TikTok и вышел через 4 часа, только вспомнил о том, что ты все еще смотришь эти видео. Видео не несут абсолютно никакого смысла, TikTok был такой платформой больше развлекательной, сейчас он переходит больше на бизнес, то есть мы видим рекламы различных компаний, там тоже появились блогеры, то есть он сейчас больше приближается к Инстаграму, только уже не в плане фото, да, контента, а видео контента. Ну и то же самое с Инстаграмом сейчас происходит, все больше туда заходит бизнес, все больше продаж возникает через Инстаграм, все больше нам демонстрируют товары, которые мы смотрим, смотрим, смотрим постоянно и потом все-таки решаемся на покупку. Ну и по поводу TikTok, что еще хочется сказать, все-таки средний возраст тех, кто сидит в TikTok, сейчас составляет 13-17 лет, ну чуть меньше, чуть старшего возраста, но это все-таки прямо сейчас молодежная платформа действительно, и в TikTok есть еще одна особенность, которая называется хэтштеги, нужны они для продвижения себя на этой платформе, они вот выдвигают себя в так называемый топ рекомендаций и тебя смотрится больше людей, то есть это опять же такое самовыражение, я выгрузила TikTok, ой, про спрощение, хэтштеги за апрель месяц, то есть это как раз период, когда началась активный переход в онлайн, да, началось активное онлайн образование, все начали переходить на платформы, как раз начали появляться эти забавные ролики про то, что ты там не успеваешь подключиться, подключаешься там с щеткой зубной там во рту и так далее, и, ну, как мы видим, да, первый по популярности это StopCorona, ну, а дальше идут уже такие хэтштеги, связанные с обучением, да, учение свет, не учение тьма, они действительно выходили в топ, и эти ролики там подростков 13-17 лет смотрели, смотрела многомиллионная аудитория. В принципе, у меня все, спасибо большое за внимание, всем коллегам с вами тоже хочу сказать спасибо, наверное, отключусь от вас, меня ждут свои студенты. Спасибо, Дарья, да, пожалуйста, работать вам нужно по расписанию, мы все почти успели, спасибо вам огромное. Мы продолжаем, и слово предоставляется у Динцевой Веронике Анатольевне, Вероника, пожалуйста, спасибо вам большое, что вы второй год с нами, магистрант второго курса Института педагогики программы «Мониторинг качества образования». Я добавлю немножечко детскости в океан школы, взрослого обучения и прочего. И расскажу про свой карантин. Началось все с того, что однажды утром я получила сообщение, когда вот всех нас высадили, я получила сообщение от одного из родителей. И этот родитель попросил меня попробовать такой интересный опыт проводить дистанционные занятия с детьми и в детском саду. В прошлом году я была воспитателем группы трех-четырех лет, это средний возраст, и через призму этого возраста и детского сада я буду смотреть на интернет вещей в образовании. Начнем с естественно с какой-то законодательной базы, да, в целом в законе есть, да, электронное обучение и что под этим понимается. Вот, все это вы можете прочитать, увидеть. Я пока продолжу. и после этого разговора я начала, я согласилась не сразу, мне нужно было несколько дней подумать, принять для себя какое-то решение, как это сделать и на что я рассчитываю. И я выделила для себя, как вообще организовывается именно дистанционное обучение, какое-либо, да, такое взаимодействие в детском саду, что мы вообще как воспитатели, что мы, чем мы занимались, да, в основном взаимодействие шло через официальный сайт детского сада, то есть там были какие-то задания различного характера, мессенджеры, естественно, так как в детском саду участниками образовательных отношений являются не только педагоги и дети, да, но и в целом в большей степени их родители, вот, то есть родители там спрашивали, что можно сделать, как закрепить какой-то материал. С недавнего времени детский сад это считается первая ступень образования, то есть в целом мы действительно занимаемся образовательной деятельностью. Также, естественно, у кого есть дети, да, дошкольного возраста, у каждой группы есть сообщество, да, это сообщество чаще всего ВКонтакте, вот, вот, а для себя я выделила такой формат попробовать с детьми четырех лет формат видеоконференции. Преимущества, так как нельзя очень категорично, да, к чему-то относиться, везде есть преимущества и недостатки, то, конечно, какие-то преимущества здесь есть, ну, возможность установления оптимального режима, да, если это какие-то задания, возможность контролировать круг общения, да, в целом это встречается в детском саду часто, когда там родитель говорит, а вот можно, чтобы Вася не общался с Петей, вот, индивидуальный подход, да, это, то есть родители, да, опять же, осуществляют его, не педагоги им никак, ребенок не привязан к месту, да, то есть он может хоть на кухне, хоть в комнате, хоть на полу делать все, что, то задание, которое, вот, дали ему воспитателям. Недостатки, если именно смотреть со взгляда, вот, детского сада, но это максимальное участие родителей, всем известно, наверное, что дети в детском саду ведут себя намного иначе, чем они ведут себя дома, в детском саду, да, они более дисциплинированные, да, и они понимают, что вот здесь, вот здесь, да, мы все равны, мы все, ну, к нам относятся одинаково, да, и каких-то вот капризов их нет. Что же произошло на практике? Какую цель в итоге, проведя занятие, я для себя выделила? Цель дистанционного обучения в детском саду это создание условий для социализации детей дошкольного возраста. То, что они действительно были рады видеть друг друга, были рады видеть меня, да, это действительно так. У нас занятия, у нас нет никакого регламента, ну, не было и нет, как проводить занятия в таком формате. Вот, и ориентировалась я только на свои ощущения. Вот, занятия у нас длились 15-20 минут, вот, начиналось это с того, что мы все здоровались, да, у нас была трехминутная такая перекличка, да, мы узнавали, как у друг друга дела. После этого все это, естественно, было в тесной взаимосвязи с родителями. Они отключали микрофон, вот, и там я уже начинала вести какие-то занятия, да, какую-то обучающую деятельность, вот, но обратной связи от детей я получить не могла. Почему? Да, детям 4 года, естественно, когда они меня видят, они хотят рассказать, что у них у кошечки что-то случилось, у собачки что-то там, а игрушка какая-то, вот, и похоже было на диалог с самой собой, то есть я говорила, ну, там, задавала какой-то вопрос, и там, ребята, а кто у нас живёт в океане, там, ну, и, да, правильно, рыбки, то есть диалог происходил у меня вот с самой собой. Недостатки, да, естественно, какая-либо, ну, если культура отсутствовала у школьников, да, у студентов, естественно, она отсутствовала у дошкольников, да, в нижнем, в правом углу можно это очень ярко увидеть, насколько она отсутствовала, вот, но в целом взаимодействие, то есть то, что им было интересно, ну, это точно, от экранов, да, они не отходили, вот, потом уже на каких-то занятиях я придумывала, как всё-таки, да, вот какую-то обратную, какая-то обратная связь, да, это было там, ребята там, если, ну, если это было занятие по математике, да, они мне показывали на пальчиках, да, какой-то ответ, то есть, да, это тоже очень важно было, чтобы, ну, вот какое-то взаимодействие всё-таки осуществлялось. Также из недостатков именно организации в детском саду, да, у воспитателя нужно было использовать очень большое количество наглядного материала, очень большое, потому что, когда детки маленькие, единственный способ, да, вот такой, да, даже на занятиях именно в очном режиме, да, всегда нужно очень много картинок, любой наглядности, которая только вот может быть, вот, и из-за этого приходилось очень часто, да, ходить в магазины канцелярские какие-то, да, обучающие, где можно купить материал, да, и бегать в детский сад, брать какой-то материал оттуда. И, естественно, так как этот опыт абсолютно такой, не очень распространённый, нет, ну, никаких методических разработок, да, то есть я абсолютно, зная только особенности своей группы, да, вот этих 20 человек, я строила занятия вот таким похожим образом. В чём же преимущество, да, это, ну, положительный отклик детей, он, вот он был, да, обучение не происходило, но вот отклик положительный был, да, и создавалась такая атмосфера, да, между всеми нами, да, которая всё-таки, да, вот это была положительная такая весточка, да, вот в таком вот угнетательном, карантинном немножко, да, угнетательном состоянии. Ну, и, естественно, да, для меня, когда педагога, это был совершенно новый опыт, это был выход из зоны комфорта, да, на 100%. Теперь вот такая вот небольшая вот такая фраза, да, дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, быть или не быть дистанционному обучению в детском саду, да, было оно совершено в итоге или нет, да, вопрос, да, такой довольно открытый, вот, и вот на этой оптимистической ноте я завершаю свое выступление. Спасибо за внимание. Спасибо, Вероника Анатольевна. На ноте, которая касается вопроса и такого младшего нашего возраста, дошкольников, насколько их нужно готовить уже сразу к дистанционному такому взаимодействию, спасибо вам большое. И мы продолжаем. Дельнецкая Анастасия Леонидовна, принимайте, пожалуйста, эстафету, магистрант первого курса программы инновации в высшем образовании. Да, здравствуйте. Ну, я участвую в круге интернет-вещей в образовании, это умное образование или утопия, и я все-таки хочу немножко рассказать, о чем все-таки мы здесь говорим, что такое интернет-вещи, также их еще называют айот-устройство, айот-вещи. Это известный и неизвестный помощник в образовании. Меня зовут Дельнецкая Анастасия Леонидовна, я магистрант первого курса института педагогики, моя программа инновации в высшем образовании. Вот, и для начала все-таки давайте поговорим, что вообще такое айот-технологии. Айот-устройства – это интернет-вещи. Они представляют из себя концепцию умного дома, умного города, то есть они входят в концепцию умного дома, умного города. Они могут использоваться эти интернет-вещи и в умной энергетике, в умном транспорте. У нас может быть умная вода и газ, умная городская среда, умный дом. И все эти технологии, почему я их назвала известные и неизвестные, потому что большинство из вас ими пользуются, просто не знают, что они так называются. Если говорить с точки зрения образования, то мы знаем, что развитие цифрового общества непрерывно связано с внедрением различных информационных образовательных технологий. И все вы знаете такое понятие, как smart education. Smart education – это у нас умное образование, которое позволяет нам делать процесс обучения более интеллектуальным, вследствие интерактивности, многообразия. И если детям интерактивно и многообразно, то им интересно. А если им интересно, то обязательно должны быть какие-то интерактивные задания. Так уж повелось в нашем нынешнем мире. Хотелось бы рассказать про датчики-ассистенты, про которые вы много, наверное, слышали. И сами знаете, что существуют различные датчики-ассистенты. Это и технологии smart-телевидения, технологии, связанные с гаджетами, с телефонами, веб-камеры, очки 3D, наушники, которые подключаются с помощью Bluetooth. Также это различные фитнес-браслеты, NFC-технологии. И все вы, конечно же, все об этом слышали. Но как все это можно применить в образовании? И можно ли это применить в образовании? Возможно, на самом деле. Потому что для образования существуют такие датчики-ассистенты, как системы искусственного интеллекта, которые помогают детям выбрать свою индивидуальную траекторию образования. Датчики на голову, мы про них чуть попозже поговорим. Умные парты с тачскрином, роботы, камеры в аудиториях, электронные дневники, виртуальные аудитории, электронные доски и электронные браслеты. Какие же существуют возможности? Многие преподаватели вузов, как и учителя, говорят, что, точнее, не то, что говорят, они жалуются на то, что у них мало времени на обучение детей, потому что 5 минут от урока им нужно отметить присутствующих, отсутствующих. Отводится время на дисциплину. Так вот, если использовать IOT-устройство, то можно решить эти проблемы с помощью автоматизации отдельных процедур. Мы снижаем потери, которые я уже указала. И вот что нам может помочь. Это различные электронные браслеты, которые позволяют контролировать посещаемость и передавать индивидуальные задания ученика. Датчик, который крепится на голову и обучаемого, и отслеживает мозговую активность. Умные парты, электронные доски, оснащенные тачскрином. Веб-камеры, осуществляющие онлайн-трансляцию, лекции, виртуальные аудитории. Если вам кажется, что это за гранью возможного, что это будущее, то давайте вспомним о том, что во многих школах уже используют различные карточки с NFC-технологиями, которые отслеживают посещаемость. То почему нельзя автоматизировать это вместе с электронным дневником? Чтобы в электронных дневниках сразу подавалась информация, на каких уроках присутствовал ученик, а на каких отсутствовал, если он, например, отслеживается также и выход ученика со школы. Дальше. Умные парты, электронные доски. Может быть, умных парт у нас и нет, но у нас есть интерактивные доски во многих школах, где мы можем использовать вот эти различные задачи интерактивные. Это тоже IOT-устройства, которые подключены в образовательный процесс. Тихие сообщения IOT. Это такая уникальная возможность делать замечания с помощью SMS. Если у ребенка есть фитнес-браслеты, их подключить на Bluetooth-соединение вместе с учителем, то замечания учитель может посылать не с помощью своего голоса, он может не повышать голос на ученика, а отправить ему тихое сообщение с вибрацией о том, что веди себя потише, чтобы не оскорблять ученика во время учебного процесса, но сделать ему такое тихое и скромное замечание. И какое же все-таки будущее видится с помощью этих IOT-устройств? Это социальная IOT-платформа, которая называется SEOT. Она формирует сообщество в виде социальных платформ, где люди объединяются общими интересами, в частности, которые желаете самообразовываться и обмениваться опытом. Составляющие такой платформы – это социальный аспект, контентный и аппаратный. И вот это вот уже будущее. А другие IOT-технологии, которые кажутся вам далеким будущим, уже, скорее всего, есть в нашем образовании. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анастасия Леонидовна. Спасибо огромное. И большое спасибо, Анита, что вы согласились. Этот круг завершите, пожалуйста. Эта тема годится, наверное, ко всем вопросам, которые мы сегодня обсуждали. Очень надеюсь, что вы найдете то, что вы заявили. Пожалуйста, Анита. Да, здравствуйте. Мой круг изначально назывался «Рабочее место организовано дома или везде». Сейчас я нахожусь от Санкт-Петербурга за 8685 километров в своем родном городе. Ну, мы ответили на наш вопрос, можно сказать. Да, правда, рабочее место может быть везде, где угодно. А когда только объявили, ну, карантин не объявляли, но сказали, что мы уходим пока на карантин на две недели, я решилась ехать домой. И благополучно осталась, потому что все самолеты перестали летать, к сожалению. И я до сих пор дома и очень даже хорошо сейчас обучаюсь в дистанционном формате. Так, я хотела показать вам плюсы в организации дистанционного обучения во время пандемии. Ну, как мы знаем, главное для нас все равно остается здоровье человека. И, к сожалению, ну, никто от этого не застрахован, так что лучше перестраховаться и уйти на дистанционное обучение. Я сама являюсь учителем начальных классов. И так как, ну, я приехала в свой родной город, и меня очень сильно попросили выйти на замену учителей, которым 65 плюс, которых сейчас уже не допускают к работе. Вот сейчас я с младшими школьниками работаю, и у меня два класса, это первый класс и третий класс. Я работаю, получается, в две смены сейчас, потому что, к сожалению, учителей категорически не хватает. Так, ну, я опросила своих знакомых студентов, учителей и старших классов, которые у меня есть в школе. Какие плюсы дистанционного обучения они заметили? Так, плюсы дистанционного обучения, это отвечали у меня старшие классы. У нас была замечательная с ними беседа. И вот, это у меня были 11 классы, и они заметили большинство такие плюсы, как больше времени на подготовку к экзаменам, у них скоро ЕГЭ. Можно повторить материал, еще раз, если тему вы не поняли, и на уроках показывают демонстрационные материалы, видео, аудиоконтент и так далее. Но они сказали, вот это, ну, вот то, что видео мы отправляем и так далее, это лучше показывать только на закрепление материала. То есть, вы прошли новую тему, ребята усвоили ее на первом уроке, и вот дальше можно уже подкреплять видео, аудиоконтент и так далее. То есть, им все равно не заменить, вот общение с учителем, они сказали, не заменить им. То есть, новую тему легче проходить в Zoom совместно с преподавателем. Также учителя сказали, что больше дают творческих заданий. Стали больше, ну, вот как дистанционный формат у нас пришел, они дают больше творческих заданий. Это блэкболки, какие-то интерактивные книги они у меня создают и так далее. Так, плюсы дистанционного обучения. Это у меня отличали студенты. Какие плюсы заметили они? Это у меня не работающие студенты. Возможность учиться в любое время в своем ритме. То есть, преподаватели отправляют задания, вот, закрепляют их в муду, и они делают их в своем режиме. Кто-то работает быстрее, кто-то медленнее. Но у всех есть сроки, рамки, и они их соблюдают. Ну, как они мне сказали, они соблюдают. Самостоятельное приобретение знаний. То есть, они ищут вот по всему интернету, по книгам и так далее, и знания усваиваются лучше. И возможность учиться с любой точки мира. Это очень-очень большой для меня плюс. А также развитие цифровых навыков. И больше времени уходит на написание выпускной коллекционной работы. Сейчас пишут свои диссертации и так далее. И это работающие студенты. Они у нас работают все учителями. Вот, это тоже возможность учиться в любое время в своем ритме. Это для работающих учителей очень важно. Больше времени проходит на практику, то есть на работу по своей специальности. Сейчас очень много времени нужно уделять ученикам. Развитие цифровых навыков. И больше времени тоже на написание диссертации дипломов. Итак, это то, что я выписала. Какие плюсы они нашли. Дистанционное обучение на их взгляд. Какая это форма, которая дополняет традиционную форму. То есть она не может заменить вот этот цепь с преподавателем. Ну, все пришли к такому выводу. Но очень хорошо, когда, например... Ну, я сейчас в своем родном городе. И у нас сейчас актированные дни. Актированные дни – это когда у нас минус 50, и начальные классы у нас не учатся. И сейчас я провожу все уроки через Zoom. То есть это очень хорошо, потому что в мое время такого не было. То есть актированные дни у нас пропадали. То есть учителя потом оставляли нас после уроков, доучивались мы и так далее. И вот цифровые технологии, которые активно пользуются учителя – это Photoshop, смарт-презентация, образовательная платформа Learners, инструменты Google, Kahoot, Goose. Это у нас викторины, тесты и так далее. Zoom и YouTube. И вот по поводу YouTube-канала я прям скоро, наверное, стану профессиональным блогером, я думаю. Потому что каждый у меня урок записан. И я даю ребятам ссылки, чтобы они посмотрели. Но ситуации бывают разные. У меня некоторые дети сейчас находятся в стационаре, которые переболели коронавирусом. И они не могут сейчас заходить ко мне на уроки, потому что днем они проходят какие-то свои индицинские исследования и так далее. Поэтому они могут выводить, как у них время осознанавливается. Они смотрят экран, и там я с презентацией их вела. Вот. Если у вас есть вопросы, я очень рада буду на них ответить. Анида, спасибо большое. Пока сейчас посмотрим все вопросы, и вам будут задаваться. Очень замечательно, что и студенты, и преподаватели отмечают про ВКР. Вы же тоже не забыли, что вы второй курс. И Тамара, главное, вас тоже здесь очень рада видеть. Вот по поводу ВКР я практически сделала сайт. Хорошо, хорошо. Это потом, это потом. Это потом. Сейчас вопросы. И, уважаемые участники, пожалуйста, есть ли вопросы к участникам этого круга? Достаточно новая такая тема, про которую очень хорошо и подробно рассказала Настя. Вот Даша вышла, Вероника, Настя, может быть, еще кто-то будет? Пожалуйста, вопросы. Ну вот Даша отвечала на вопрос, который был задан, о том, что много отрицательных таких ответов идет. Челленджеры были всегда, что они имели негативные отзывы. Были группы, которые несли отрицательный контент. И сейчас платформа, в том числе и ТикТок, устанавливает ограничения в блокировке пользователей. И она придерживается такого мнения, чтобы контролировать процесс, нужно в него погружаться. Мы, конечно, немножко по времени так задержались. И я благодарна, что вы выдержали такой ритм, который у нас с вами здесь произошел. Тогда давайте подводить итоги. Мне кажется, что, может быть, у нас с вами сегодня получилось очень много ответов на вопросы, которые мы получили. Но и очень много, конечно, вопросов, на которые мы не получили ответы. Но очень хорошо, что мы затрагиваем такую проблему. И мне кажется, что замечательно. Спасибо большое, Андрей Андреевич, что это будет записано. Потому что, действительно, когда, например, Леонид, вы говорили, то многие вещи я записывала для себя. Потому что обучающие моменты вы сказали для очень многих. За что вам особое спасибо. Просветительские моменты, опыт, который вы испытали, который мы можем испытать. И испытываем действительно на практике. Уважаемые преподаватели, учителя в школах, воспитатели в детских садах, которые вы рассказали. И тем, чем вы поделились, мне кажется, это действительно очень ценный. Здравствуйте, Раиса Мярдовна, я так чувствую, что вы сказали слова, которые были. И вы хотите что-то сказать. Вы включили микрофон, пожалуйста, Раиса Мярдовна. Слушайте. Ну, во-первых, мне чрезвычайно интересно все, что было на этой конференции. И важно, что в ней принимали участие одновременно как бы и практики, и наши обучающиеся. Конечно, больше говорили о работе учителя. Но я вот там в чате, не знаю, как это отразилось, написала, что кроме работы учителя есть еще и работа сегодня человека, который занимается внеучебной деятельностью. У нас действительно в университете два больших проекта, о которых в чате было тоже рассказано и на этой конференции. Это продленка на удаленке, которая связана прежде всего с учебным процессом. И таким образом этот проект и зарождался. Проект связан с помощью прежде всего в учебной деятельности. Вот. И второй проект, Мегагерц, проект, который имеет уже какой-то стаж, послужной список, который связан с внеучебной деятельностью. Ребят, я не буду об этом сегодня говорить. Я думаю, что все участники смогут выйти на ссылки, посмотреть про оба два проекта и, наверное, оба проекта поддержать. Прежде всего, проблема в том, что у нас есть студенты и в одном, и во втором проекте. Но у нас недостаточно детей. Все-таки недостаточно детей, особенно старших. Вот. Поэтому, конечно, вот такая народная молва, народная такая весточка, которая сегодня пойдет в образовательные организации, к родителям. Это, конечно, очень важно. А вот то, что мы сейчас по содержанию, по проблематике говорили, вообще интересные вещи, конечно, всплывают. Во-первых, для меня было очень важно и интересно, как работают с дошкольниками. Потому что мы в основном все-таки, Герценовский университет, все-таки ориентируются на работу с детьми школьного возраста. А вот дошкольники – это очень любопытная вообще такая, скажем, адресная группа, которые, да, сегодня они все в этих компьютерах, все в планшетах. Я это имею возможность наблюдать по детям своих знакомых. И они, вот их никто не учит. Но как они эту среду постигают? Конечно, это очень важно. И важно в таком случае, да, по мере взросления все у нас. Среда меняется, меняются инструменты. Вот. И важно, как вот, что вот эта пандемия, она нам где-то дает возможность опедагогизировать вот ту среду виртуальную, в которой и так ребенок сегодня находился, но находился как-то иначе, чем сейчас. И вот так педагогически организованное нахождение ребенка в среде, оно в связи с пандемией увеличивается. Но оно, правильно говорят, увеличивается, ну, может быть, чересчур, когда уже вот нет возможности, нет желания иногда в этой среде находиться. Потому что явный перебор и для ребенка, и для, значит, специалистов, да, учителя, педагога, родителей, которые в этом находятся. Но мне кажется, что мы от этого не уйдем. И пандемия просто как-то интенсифицировала вот эту вторую сторону, да, этого процесса. Но сочетание онлайна и оффлайна будет. И нужно понимать, как все это дальше будет происходить. Как сегодня это влияет на тех, кто в этом участвует. Как действительно это сделать безопасно. Все вопросы, мне кажется, которые были поставлены и нашими молодыми коллегами, они все, ну, такие очень зрелые и очень правильные. Но вот я для себя, например, понимаю, вот я полгода с этим, да, работаю с мая фактически. Вот мы начали, ну, начали, естественно, раньше там со студентами. Но я сейчас говорю вот в том числе и о проектах, да. Насколько ребята, какая мотивация там включения во все это. Это правильно говорили про семьи, потому что мы, понимаете, когда к нам приходит ребенок в класс, в детский сад, в вуз, он к нам приходит. И здесь мы хозяева этой площадки. Вот в условиях, когда мы работаем дистанционно, то по-хорошему не мы хозяева площадки, мы к ним пришли домой. Мы должны считаться и с семейным укладом, и с особенностями. Правильно говорят о том, что иногда он не включает камеру, а потому что он стесняется тому, что у него в доме происходит. Ну и преподаватели ведь тоже, когда начинали, все это начиналось. Я знаю, преподаватели специально одевались для того, чтобы вот он ведет занятия там, как это все будет видно и так далее. Ну а потом все эти границы стали стираться, и какое-то, может быть, даже приближение через экран, когда ты смотришь друг на друга. Вот сейчас сидит передо мной девушка, не знаю, как ее зовут, но я ее вижу, да, и глаза вижу, и лицо. То, что, может быть, в аудитории так крупно не видно. Поэтому надо, конечно, эти процессы исследовать. У нас есть магистратура, связанная с дистанционным образованием. Это вообще их хлеб. Но мне кажется, что сегодня в любой магистратуре, в любом исследовании мы не можем сбрасывать со счетов вот такую вот историю, которая сегодня просто есть в нашей реальной жизни. Поэтому не случайно, наверное, тема кафедры исследовательская на этот год и общая тема для магистратуры, она связана с ценностно-смысловыми ориентирами образования в условиях цифровизации нашей жизни. Поэтому, конечно, нужно вот это смотреть. Я со своей стороны, вот как руководитель не только магистратуры, у меня ребята сейчас заучники дополнительного образования, я не знаю, смотрели ли они вот эту нашу встречу. Информация им была дана, но все-таки они работают в это время, не все могут принимать участие. Но вот то, что касается Мегагерца, то мы обязательно с февраля, к февралю мы должны будем представить большую программу. И я думаю, что там должна появиться и научная часть, научно-исследовательская, к которой вы можете присоединиться. Там, наверное, должны появиться какие-то программы подготовки, повышения квалификации, связанные с тем, как это можно готовить студентов, как это можно работать с педагогами и как можно работать с родителями. Вот я сейчас заканчиваю уже, да, 19-го час декабря будет форум Большое собрание родителей РДШ. Вот меня туда пригласили. Я, конечно, тоже с интересом послушаю, о чем они говорят. И, может быть, проведем какую-то отдельную встречу для родителей. Но вот мне кажется, что здесь море сейчас возможностей. может появиться много проектов. Давайте вместе взаимодействовать. И те, у кого возникнут вопросы, сейчас уже, наверное, нужно будет просто мне написать. Я там в чате свои координаты оставила. Спасибо, Ирина Вячеславовна. И всем, кто организовывал. Там, по-моему, Наталья Викторовна еще в этом принимала участие. Коллеги, которые к этому присоединились. Я думаю, что вместе мы должны потихонечку двигаться. И сделать вот это онлайн-образование, онлайн-взаимодействие. Взаимодействие с человеческим лицом. С человеческим лицом. Вот это вот важно. Спасибо. Спасибо, Раиса Мярна. Вы даже подвели такой содержательный итог того, что вы сегодня говорили. И информационных очень много точек там поставили. Я очень хотела еще спросить вас, уважаемые участники. Вот у нас разные возникают проблемы и темы. И мы будем вам благодарны, если вы напишите, что еще бы вы хотели пообсуждать вот в таких форматах, которые мы хотим проводить в нашем университете, в институте в нашем два раза. То есть вот осенью и весной на обсуждение и на знакомство нас с теми проблемами, которые есть, на знакомство с друг с другом, на умение задавать вопросы, слушать и так далее, и так далее. И, конечно, огромное спасибо вам как участникам. Спасибо огромное Андрею Андреевичу за организацию такой возможности, которая есть в нашем институте. Ина Ильичлавовна, можно два слова? Конечно. Я действительно с интересом прослушал сегодняшнюю конференцию и очень сильно порадовался. Знаете, порадовался прежде всего тому, что мы гораздо лучше сегодня, чем раньше, понимаем, что дистанционный формат взаимодействия касается не только тех, кто занимается дистанционным образованием. На самом деле, это просто-напросто нормальный канал взаимодействия. Мы можем с вами взаимодействовать в, как говорится, face-to-face в очном режиме. И уже понятно, что с пандемией это не кончится. Оно, конечно, изменится какие-то свои формы и так далее. Но, в принципе, мы должны научиться. И мы научились вот за этот год, дикий совершенно год, мы научились пониманию того, что взаимодействовать можно в реальном пространстве, в согласованном пространстве, так сказать. А можно взаимодействовать в несогласованном пространстве. То есть, когда каждый из нас находится в своем каком-то месте, в несогласованном пространстве. И вот в несогласованном пространстве мы можем взаимодействовать в согласованное время или в несогласованное время. И получается, что у нас есть три формы взаимодействия. Есть очное взаимодействие в согласованном пространстве, в согласованное время. Есть онлайн взаимодействие в несогласованном пространстве, но в согласованное время, как сейчас и сегодня. А есть форма взаимодействия в несогласованном пространстве и в несогласованное время. Вот такая форма взаимодействия называется оффлайн. И давайте не будем путать оффлайн форму взаимодействия с очной формой взаимодействия. А мы иногда употребляем выражение, мы переходим из онлайна в оффлайн. И я, конечно, солидарен с Раису Мярману в том, что надо больше педагогики в это взаимодействие. Информационные технологии – это замечательно, но главное – это, конечно, педагогика, это закономерности педагогические этого взаимодействия, которое нам, собственно, обеспечивает успешность нашего образовательного и воспитательного процесса. Огромное всем спасибо и успехов вам! Спасибо, да. Педагогика нас объединяет. Спасибо вам огромное, да. До свидания. Всем успехов!